Сегодня мы поговорим с вами об основах закона кармы. У нас будет с вами достаточно много времени обсудить эту тему достаточно подробно. И сегодня мы с вами поговорим о понятии, что такое карма, согласно ведическому знанию. Ну, как я надеюсь, что вы уже знаете, что карма — это слово санскритское, и оно уже означает «веды», потому что санскрит — это язык, на котором веды написаны. Слово карма переводится как «деятельность», и его перевод сейчас чаще всего означает как «закон причинно-следственных отношений». В принципе, это правильно, но то, что это деятельность, это тоже не стоит забывать, потому что именно деятельность рождает этот закон причинно-следственных отношений. Согласно ведическому знанию, несправедливости в этом мире не существует, и поэтому каждый человек получает в жизни плоды своей деятельности, то есть он получает то, что он заслужил. Существует три вида деятельности. Первый вид деятельности называется карма, так и называется карма. Но это уже не та карма общая, это просто подразделение. И кармой называют благочестивую деятельность, деятельность, которая ведет к счастью. Также есть ви-карма. Приставка «ви» указывает на что-то негативное. И ви-карма означает, что это деятельность, которая противоречит здравому смыслу, согласно вед. Это не значит, что как бы нашему здравому смыслу это противоречит, но согласно ведическому знанию, ви-карма означает деятельность, приводящая к страданию. И также существует а-карма. А означает отрицание. Этот термин понимают двояко. Ведическое знание, то есть специалисты в ведах его понимают двояко. Первое понимание, а карма означает деятельность, не несущая за собой никаких материальных последствий. То есть означает деятельность на духовной платформе. И второе значение означает бездействие. Но согласно ведам, также считается, что бездействия не существует. Человек не может бездействовать. Даже когда ему кажется, что он ничего не делает, он на самом деле совершает поступок. Итак, карма — деятельность, которая приносит счастье. Согласно ведическому знанию, человеку очень трудно понять, как действовать правильно. И для того, чтобы ему разобраться в этом вопросе, он должен изучать те источники знания, которые проверены временем. Допустим, в духовных традициях разных народов не обязательно присутствует этот термин «карма». Но везде есть какие-то правила и предписания. Согласно ведам, ведический взгляд на жизнь таков, что надо ориентироваться на правила и предписания, а не на то, как нам хочется действовать. Современные взгляды чем-то отличаются от ведических. Так, например, считается, что, в принципе, надо делать так, чтобы тебе было хорошо. Надо действовать так, чтобы тебе было приятно, хорошо. И тогда будет счастье, то есть такая точка зрения. То есть надо стараться из жизни извлечь максимум наслаждения и так далее. Веды имеют другую точку зрения. В ведах считается, что человек должен действовать так, чтобы ему в будущем было хорошо. То есть будет ему хорошо во время этой деятельности или нет, еще неизвестно. Потому что иногда приходится делать то, что вызывает неприятное чувство. Но тем не менее это придется делать, иначе неизбежно придут страдания. Мы с вами сейчас в общем разбираем эту тему. И я не буду очень сильно углубляться в те или иные вопросы, потому что материала очень много. Мы все их разберем после, очень конкретно, подробно. В целом считается, согласно ведам, что если человек действует бескорыстно и сознанием, вот эти два постулата — бескорыстно и сознанием, это значит, что он действует, его деятельность приведет к счастью. То есть если существует корысть в какой-то степени деятельности, или существует также отсутствие достаточного знания о том, какие будут последствия, то в этом случае человек все равно не сможет на одной интуиции или на одном понимании вещей, он не сможет до конца поступок совершить правильно. То есть возможно будут какие-то проблемы. И спрашивается тогда, почему же это так, если мы настроены правильно с самого начала, почему иногда бывают проблемы постепенно, которые развиваются, неожиданно совершенно для нас. Согласно ведическому знанию, карма — это сила, которая действует на нас во времени. То есть мы совершали очень много прошлых поступков, и они сейчас реально существуют в пространстве и во времени. Они действуют на наше будущее. И в будущем, как бы, будущее время, согласно ведам, существует реально. Оно, то есть это тоже реальность. И там уже в будущем уже существует определённое скопление наших поступков. И мы как бы, когда мы вместе с временем течём, мы доходим до этого места, как бы, как по течению, доходим до того момента, когда этот поступок, ну, когда событие должно произойти, то мы входим в определённое психическое состояние, и всё окружающее, все окружающие люди и так далее, природа, входят тоже в определённое состояние, что приводит нас к определённому результату. Нам придётся пожинать плоды этого поступка. То есть некоторые люди думают, что можно карму как-то обойти, но это невозможно. Как бы у нас нет вариантов, нам придётся столкнуться с тем, что мы заслужили. Единственное, что человека может спасти, — это знание о том, как надо действовать правильно в этой ситуации. То есть фактически каждую секунду нашей жизни мы сдаём какой-то экзамен. Если мы его сдаём, значит, страданий не будет. Если мы его не сдаём, значит, будут страдания. Но сама сдача экзамена подразумевает трудности, какое-то достаточно такое напряжённое состояние психическое. Иногда бывают такие события, которые человек просто не может пересилить. Просто физически у него нет таких сил. Но ему могут помочь окружающие. Так бывает. Или бывают такие события, когда ни сам человек себе не может помочь, ни окружающие не могут помочь. То есть он просто обречён на какое-то конкретное событие. Такое тоже может быть. В целом следует знать, что карму сжигает только знание. Знание означает, как мы уже говорили на прошлой лекции, это реализованное знание, не знание умственное. То есть мы, допустим, что-то прочитали и узнали. То есть вот этот момент, что мы узнали, не характеризует присутствие знания. А веды сравнивают как бы теоретическое знание с практическим так, что если, допустим, вы обожглись, ну, допустим, вы зажигали плиту и обожглись, то вы уже знаете, что вы уже имеете практическое реализованное знание, что от плиты можно обжечься, и вы будете себя вести осторожно. Но если, допустим, вам кто-то скажет, что от плиты можно обжечься, надо вести себя осторожно, то это слово, оно не будет так веско звучать в нашем сознании, как практический опыт. Согласно ведическому знанию, разумен тот человек, который способен слово слушать настолько внимательно и смиренно, то есть идущий от других людей, что практическое знание от этого человека, который, говорит, передаётся в чистом виде, в разум того, кто слушает. Это значит, что для него не будет разницы, что дотронуться до плиты, что услышать от того, кто это сделал. Понимаете, это означает разумный человек. И такой человек способен жить с помощью знания, преодолевать трудности. Все остальные люди будут преодолевать трудности на собственном опыте. То есть именно способность глубокого слушания — это единственная возможность преодолеть плохую карму. Потому что разум, мы говорили на прошлой лекции, что разум движет нашей судьбой. То есть фактически карма или закон кармы действует на уровне разума. Он действует на уровне ума. Мы можем в уме себе всё, что угодно считать, думать, но реально, если мы не поменяем своё сознание, практически не будем понимать глубоко вопрос. Что значит глубоко вопрос понимать? Это значит, что мы будем по-другому действовать. Изменится наша деятельность. Карма означает деятельность. Это не означает просто там сидеть и мечтать. Карма означает деятельность. Если мы поняли вопрос очень практично, наша деятельность меняется, это значит, что мы изменили свою карму. Вот так. Если мы просто начитались чего-то или наслушались, но при этом несерьёзно отнеслись ко всему, то деятельность не меняется, карма тоже не меняется. Согласно ведам, в зависимости от силы разума существуют четыре степени активности человека, который идёт дорогой своей судьбы. Да, вот этот термин «дорога судьбы» мы тоже сейчас с вами обсудим. Значит, бывает медленная деятельность, средней скорости, быстрая и очень быстрая. И что касается дороги судьбы, то следует знать, что она соткана, то есть дорога судьбы существует, это просто связь наша со временем, определённое взаимодействие нашего существа со временем. Время — это тоже вполне конкретное понятие в ведах, оно означает силу, которая движет всё во Вселенной к уничтожению, к старости. То есть время действует таким образом, что во всём существует цикличность. То есть мы рождаемся, с самого рождения мы уже стареем, потом наступает смерть тела, дальше мы получаем новое тело, то есть происходит цикл. Вот такими циклами живёт вся Вселенная. Все планеты точно так же стареют, умирают, рождаются вновь. Точно так же происходит с атомами, точно так же происходит со всеми процессами, которые происходят в природе. Вы знаете, что сезон идёт циклом, дальше день протекает тоже циклично. Всё связано с циклами. Такие циклы создаёт время. Время, веды говорят, самое сильное, а самая большая сила, абсолютно непреклонная, с ней невозможно бороться, с ней можно только её признать и получить счастье, или не признавать и получить страдания. Два варианта. То есть мы идём по времени. То есть что такое судьба? Это дорога по времени вперёд. И на этой дороге у нас есть в будущем определённые препятствия, которые мы должны преодолеть, и также у нас есть облегчения какие-то, которые мы получили в результате благочестивых поступков. Благочестивые поступки означают бескорыстная деятельность. Деятельность, которая принесла счастье и улучшение судьбы. Вот эти два фактора надо произносить вместе. Счастье и улучшение судьбы. Это деятельность, которая приносит счастье также нам. Допустим, если человек с похмелья, ему очень тяжело, вы ему даёте выпить, то это не будет являться благочестивой деятельностью. Она приносит счастье. Человек чувствует себя хорошо, ему хорошо. Но это не будет благочестивой деятельностью, потому что от этого его судьба не улучшается. И наша судьба в результате тоже не будет улучшаться в будущем. В зависимости от силы разума и вдохновения человека, мы говорили, что сила разума определяется вдохновением действовать. То есть, если человек очень вдохновенно действует, значит, у него сильный разум. Разум может быть чистым и грязным. Сильный разум чистый приводит человека к счастью, сильный и грязный разум приводит человека к страданиям. Медленная деятельность означает, что человек всем занимается неохотно. То есть, если вы видите по жизни, вы всем занимаетесь неохотно, вам абсолютно неинтересно жить, что-то делать. Единственное, что охотно мы делаем в этом случае, это занимаемся сексом, едим, спим и обустраиваемся. То есть, все остальное, что требуется делать для других людей, это деятельность совершается с большими трудностями, неприязнью и так далее. Это означает медленное движение по дороге своей судьбы. Человек такой будет спотыкаться на всех самых маленьких препятствиях, ему будет очень-очень тяжело преодолеть самую мелкую проблему, которая очень легко решается у других людей. Такому человеку нет смысла думать об этих препятствиях и как их преодолевать. Цель его деятельности заключается в том, чтобы усилить свой разум. Он должен изучать, как научиться быть вдохновенным в той деятельности, в той жизни, которую он ведет. И тогда, если он это сможет сделать, жизнь станет легче сама по себе. Часто люди погружаются в саму идею деятельности, они начинают думать, как преодолеть препятствия. Они не понимают, что сам способ движения неправильный. Это можно сравнить с тем, что, допустим, один человек едет, допустим, на машине, другой летит на самолете. И тот, кто едет на машине, он постоянно думает, ну почему так медленно? Потому что ты едешь на машине, вот и все. Если есть возможность, лучше лететь на самолете, тогда будет быстрее. И если ты хочешь, быстрее. И так, когда у нас есть в жизни трудности, и мы не можем с ними справиться, человек должен обрести знание, как иметь веру и вдохновение в тот путь, которым он идет. И тогда он будет идти этим путем быстрее. Заметьте, что я не назвал сейчас с вами, не сказал, что хороший этот путь или нет, не имеет значения. Мы говорим сейчас просто о силе разума. Потому что у разума есть еще и чистота. Другой критерий, очень важный. И, допустим, если человек очень быстро по судьбе идет не туда, куда надо, то, очистив свой разум, он остановится. Он дальше будет идти уже немножко по-другому, построить свою жизнь по-другому. Дело в том, что эта дорога судьбы, она имеет в пространстве такое интересное строение, что ты можешь по ней идти вверх, и тогда те препятствия, которые перед тобой стоят, они постепенно окажутся уже снизу, где-то как под крылом самолет. Или ты можешь идти по дороге судьбы вниз, и все препятствия, они вырастут таким образом, станут очень большими. Поэтому человек должен не просто усиливать свой разум, и быстро двигаться дорогой судьбы. Он должен также его еще и очищать. Хочу также сказать о том, что вся деятельность, вся вот это взаимодействие времени, взаимодействие времени с нашей судьбой происходит через тонкое тело ума, о чем мы говорили с вами на прошлой лекции. Тонкое тело ума — это наша психическая структура. Оно по-другому еще называется телом желаний. Следует добавить, что это тело, тонкое тело ума — это не просто тело желаний. Там же находится и желание всех живых существ по отношению к нам. Это означает наши поступки. Согласно ведическому знанию, во всей Вселенной существует единый принцип. Каждое желание каждого живого существа должно быть выполнено. Вот, допустим, желание у нас появилось, оно должно быть выполнено. Если кто-то обо мне плохо думает, и он это делает на законных основаниях, то есть я действительно не прав. Закон, речь идет не о Конституции Риги, как в Латвии, речь идет о законе справедливости, который существует в мире. И если человек не выполняет этот закон, то чисто вот эти вот физические законы, кармы, они работают таким образом, что ему придется неизбежно, придется страдать. Потому что желание того человека, по отношению к которому он совершил поступок, это желание по отношению к нему не очень хорошее. То есть он причинил страдание. Может быть, желание само... Здесь в данном случае мы говорим не о пожеланиях, мы говорим о эмоциональном психическом состоянии. То есть человек испытал трудности. Допустим, мы принесли ему трудности незаслуженно. Это значит, что в этом случае его желание неизбежно придет в мое тонкое тело и отложится там в виде определенного отпечатка. На следующей лекции мы будем подробнейшим образом разбирать с вами, как эти все происходят, вот эти вот вход желаний в наше тонкое тело, выход, как нас догоняет плохая карма, как это можно распознать, предвестники этого и так далее. То есть мы будем уже детализировать эту идею, тему. Сейчас же мы с вами говорим просто общее ознакомительное как бы у нас тема. Итак, существует шесть органов деятельности, с помощью которых мы действуем. Вернее их пять. Но шестой орган деятельности, ум, объединяет те, которые я сейчас перечислю. Первый орган деятельности — это язык. С помощью языка мы совершаем два вида действий. Первый вид действий — это звук, слово. Второй вид деятельности — это еда. Оба вида деятельности несут в себе силу. И согласно ведическому знанию, звук — это самый могущественный вид действия. Но он позднее всего даёт реакцию плоды. То есть от звука плоды не возникают сразу, они возникают со временем. Я сейчас могу типа болтать всё, что угодно. Сейчас прямо со стула не упаду. То есть вот идея в этом заключается. Но если, допустим, я буду действовать руками, то плоды от этой деятельности приходят гораздо-гораздо быстрее. То есть это физический вид деятельности даёт быстрые плоды. Ну, допустим, человек подошёл, стукнул кого-нибудь, а в ответ он получил то же самое. Вот и всё. Карма отработана за одну секунду. Но не полностью, потому что мы с вами будем ещё много говорить о том, что впоследствии может ещё быть с этим человеком, который вроде бы как бы отработал эту карму. Итак, деятельность руками, деятельность ногами. Чем отличаются эти два вида деятельности? То есть первый вид деятельности – деятельность речью, второй – деятельность руками, третий – ногами. Деятельность руками связана с нашим взаимоотношением с окружающим миром. То есть это деятельность взаимодействия. Деятельность ногами – это деятельность, связанная просто с действием. Оно не связано с взаимодействием. То есть способность действовать, то есть двигать нас вперёд — это деятельность ногами. В стопах человека содержатся все его аскезы, то есть аскеза означает добровольное лишение. То есть в стопах находится сила, которая даёт человеку жизненный тонус, жизненную энергию, активность психическую. И в зависимости от того, насколько уверенно человек идёт, можно судить о том, насколько он уверенно идёт по своей жизни. То есть его волевые усилия, достижение цели. Поэтому, допустим, есть один из критериев распознания святой Личности — это его движение, как он ходит. То есть по движению можно увидеть в человеке святость или греховность, наоборот. Потому что когда человек соприкасается с землёй, то стопы, соприкасаясь с землёй, силу аскетизма доносят до сознания. То есть можно видеть выражение лица человека во время движения и так далее. Когда хотят получить благословение, милость от святого человека, дотрагиваются до его стоп. Это в любой традиции религиозной. И веды тоже об этом говорят, что таким образом передаётся сила благочестия человека, чья она находится в стопах. Также сила невежества тоже находится в стопах. Дотрагивание до стоп одного человека приносит благо, тогда как дотрагивание до стоп другого человека приносит страдание. А что касается рук, то здесь в руках не содержатся аскезы, в руках содержится сила характера. Как бы сила характера передаётся через руку. И поэтому мы часто боимся здороваться с тем человеком, которого мы не знаем. Потому что это интуитивно происходит. Мы не хотим дотрагиваться до его руки. Потому что нам неприятно, мы чувствуем, что в этом нет никакого смысла. Но с друзьями мы с удовольствием здороваемся за руку. Означает обмен, психический обмен характером. Правая рука, она отдаёт психическую энергию. То есть она является волевым фактором, связанным с правым полушарием, которое в свою очередь связано с планетой Солнце. Солнце даёт нам возможность действовать волевыми усилиями, даёт нам тэджис. Это энергия, с помощью которой мы добиваемся своего в этой жизни. Левая рука, она забирает психическую энергию. И она связана с Луной. Луна даёт нам моджес. Это сила, которая способствует накоплению энергии. Мы накапливаем с помощью неё энергию. Согласно ведическому знанию, когда человек, допустим, кладёт... Зачем нужна такая информация, допустим? Когда человек кладёт пищу в рот, даже с помощью ложки, то всё равно устанавливается тонкий контакт между ртом и правой рукой. Когда пища кладётся правой рукой, то энергия, она как бы замыкается у человека. Он защищает своей психической энергией рот. Потому что когда человек кушает, он вместе с пищей поглощает также психическую энергию из пространства. Допустим, если вы кушаете и смотрите какой-нибудь фильм, то сознание этих актёров очень сильно передаётся к человеку. Поэтому когда человек кушает, он должен иметь какую-то определённую обстановку, которая бы дала ему возможность защиты от постороннего какого-то психического вмешательства. Мы знаем, что не всегда приятно сидеть в столовой и кушать, потому что если напротив тебя сидит человек, который тебе не нравится, это испортит всё пищеварение, весь аппетит, весь день фактически может испортить. Это так некоторые люди это чувствуют. И так, веды не рекомендуют кушать левой рукой. Почему? Потому что когда заносится пища левой рукой, то вместе с этой рукой, так как в неё входит психическая энергия, вместе с рукой в рот входит в сознание человека, не чисто в рот именно, а в сознание человека, в чакры, в психические центры, входит психическая энергия, которая находится в окружающем пространстве. Это не рекомендуется. Мы не знаем, что такое настрой у окружающих людей. Поэтому на любого человека, который мы услышали, посмотрели или коснулись во время пищи, мы таким образом перенимаем его характер, и это приносит страдания. Хотя мы ничего плохого не делали, не хотели, да? Это вдруг почему? Откуда страдания? Поэтому веды говорят, без знания счастья не бывает. Есть много тонкостей, которым просто не знаем. Но это так, я вам сказал, это не то, что это самое главное в законе кармы, то, что я вам сейчас сказал. Но это между делом, чтобы вы знали, что зачем такие нужны вот эти все описания, чем мы действуем и как. Дальше существует такой вид деятельности. Четвертый орган деятельности — это гениталии. Это тоже орган деятельности. Мы с помощью него осуществляем действия. И в последнее время люди не сильно заботятся о том, чтобы как-то изучать, как правильно действовать этими органами. При всякой возможности они ими начинают действовать. И это не всегда приводит к хорошему результату. Возникает много проблем. И пятый орган действия — это анус. То есть его деятельность направлена на вывод токсинов. Следует знать, что все эти органы — руки, ноги, язык, анус, гениталии — действуют не только на грубом плане, они также действуют через ум. Ну, например, всем известен такой термин, что человек может наслаждаться на тонком плане взаимоотношением, допустим, с каким-то противоположным полом. Это тоже деятельность гениталии, но она находится на тонком плане. Это тоже действие, оно может дать свои плоды впоследствии. Точно так же это касается деятельности ногами и руками, и языком. То есть через ум, ум как орган деятельности, он связан со всеми этими пятью органами действия. Он не сам по себе, он в нём тоже деятельность происходит. Ну, допустим, мы ещё ничего не делали, нам сказали, надо сделать то-то, то-то. Речь идёт о деятельности руками, понятно. Надо сделать то-то, то-то. И мы сначала настраиваемся в уме на это. Мы не хотим ещё, мы не знаем, нужно нам это или нет. Мы просто настраиваемся, и мы можем видеть, что уже в уме происходит решение, действовать или нет. То есть деятельность ума — это очень серьёзный фактор, без которого деятельность, карма, она невозможна фактически. Поэтому, согласно ведическому знанию, люди, которые ничего не соображают, то есть ум не работает, у них нет кармы. Другими словами, они живут, принимают страдания, которые идут им по судьбе, они их принимают, это факт. Но новых страданий они не получают при этом. То есть их ошибка в поведении не учитывается, потому что ум не работает. Вся карма проходит, ещё раз повторяю, только внутри ума. Мы живём внутри ума, мы не можем вырваться за пределы своего ума, потому что вся деятельность происходит у нас внутри ума. И именно ум, он течёт по времени. Именно карма, она действует, взаимодействует именно с этой структурой, которая называется ум, тонкое тело ума. То есть это реальная структура, оказывается, потому что страдаем-то мы реально, так? Это же не теоретическая вещь. Поэтому нельзя считать, что ум — это просто какие-то комбинации нервных импульсов. Если это просто комбинация нервных импульсов, тогда давайте будем относиться к страданиям очень спокойно. Пускай нас режут, сверлят зубы, не надо наркоза, всё нормально. Комбинация нервных импульсов. Однако же мы чувствуем боль, нам тяжело. Означает, что реальное взаимодействие с умом происходит. Боль-то в уме ведь возникает, она больше нигде не возникает. Боль — это психический фактор или физический? Хитрый вопрос. Психический, конечно. Боль — это психический фактор. Потому что если палец не иннервирован, нам его могут поджечь, боли не будет. Контакта с умом нет. Но если человек посмотрит, как у него палец горит, у него произойдёт боль в уме, он будет в ужасе, он тоже испытает боль, но эта боль не в пальце будет. Это будет боль в самом уме непосредственно. Таким образом, боль — это всегда чисто психический фактор. Бывают разные виды боли. Мы с вами обсуждали пять видов тел. Четырёх из них бывает боль. И она всегда имеет свою окраску определённую. Допустим, мы говорили о физическом теле. Боль в нём возникает так, как мы понимаем. Это понятно всем, что такое физическая боль. Дальше есть боль на уровне праны. Боль вообще — это такой интересный феномен. Мы сейчас разберём его, потому что он сильно связан с темой кармы. Вот смотрите, у нас есть эгоизм. Кроме вот этих пяти оболочек, у нас есть ещё эгоизм. Ложное эго — это элемент самый тонкий мироздания. Вообще существует этих элементов всего восемь. То есть есть первый элемент эфира, первый элемент воздуха, первый элемент огня, первый элемент воды, первый элемент земли, тонкий элемент ума или первый элемент ума, первый элемент разума и эгоизм — эго. Это тоже материальная структура, самая тонкая, которая только существует в этом мироздании. С помощью эгоизма мы отождествляем себя с Личностью, мы понимаем, что мы — Личность. И у одного человека очень сильное отождествление себя Личностью. Говорим, харизма у этого человека очень большая. Он очень такой эгоистичный, такой насыщенный своим пониманием себя как Личности. А другие люди очень скромно как бы оценивают себя. У них нет такой вот большой самооценки эгоистичности. Нет, сильно большой. И противовес этому у людей бывает очень сильная деятельность истинного эго внутри организма. Согласно ведическому знанию, если человек действует с позиции ложного эго, он нарабатывает плохую карму. Его — это харизма, эгоизм — не принесёт счастья, согласно ведам. Однако же, если человек действует с позиции истинного эго, он идёт путём счастья. У него не может быть страданий. То есть закон кармы фактически вертится между двумя вот этих терминов — истинное эго и ложное. В зависимости от того, как мы поступаем, с позиции того или другого мы нарабатываем ту или другую карму. И что касается ложного эго, то определить его присутствие можно с помощью термина «боль». Оказывается, всегда, когда есть ложное эго, результатом его присутствия будет боль. Ну, например, в нашей психической энергии присутствует очень много ложного эго. Это значит, что, когда нас попросят что-то сделать, нам будет неприятно и тяжело. Ну, допустим, если я для себя делаю, у меня нет проблем. Я, допустим, могу скопать сотку земли под картошку. То есть я копаю, мне хорошо, потому что это моя картошка. Я отдыхаю, я говорю, я сюда отдыхать приехал. И сосед говорит, ну, если ты отдыхать приехал, скопай заодно и мою. И мне становится больно. Почему он так о меня обидел? Я думаю, почему он, в общем-то, собственно, в чём проблема? Какая разница, здесь копать или там? Разницы-то большой нет. Если тебе нравится копать, копай там тоже. Это же счастье копать. Но человек не может чужое копать, потому что боль в пране возникает, ему становится тяжело, неприятно это делать. Понимаете идея, в чём заключается? Это боль в пране. Ему обидно становится, тяжело. Он не хочет это делать. Часто боль в пране бывает настолько сильной, и что человек даже заболевает. Согласно ведическому знанию, мигрени — это не что иное, как боль в пране. То есть человек очень чуткий, как бы по отношению к окружающей среде. И если, допустим, погода чуть-чуть поменялась, давление, или его заставляют делать не то, что нужно, или не то, что он хочет, или он кушает не то, что ему хочется кушать, немедленно возникает головная боль. То есть у разных людей это может быть по-разному, какие-то разные факторы. Но в целом это означает конфликт, эгоизма, который находится в пране с окружающей средой. Есть эгоизм в уме. То есть эгоизм в уме проявляется через то, что мы просто с помощью общения эмоционально реагируем очень сильно на что-то. Допустим, нам говорят грубое слово, мы реагируем. Это действует через боль. Вот это обида. Обида, гнев — это боль в уме. Обида — это же больно, очень больно. Боль в уме. Дальше существует боль в разуме. Вот если из вас кто-то первый раз пришел на лекцию, допустим, вы еще не знакомы со мной, я говорю какие-то такие уж очень обрекающие вещи, допустим, вы не хотите слышать этого, желание слушать останавливается, то есть хочется возражать. Это означает боль в разуме. Вот этот феномен означает боль в разуме. У человека есть другая концепция, означает, что его эгоизм как бы заполняет эту концепцию. Как определить, что концепция, которая находится в разуме, чистая, свободная от эгоизма? Это означает, что когда касается речь этой концепции, человек будет, допустим, говорить совершенно противоположное мнение, боль в разуме не возникает. Можно слушать. То есть чужое мнение можно спокойно слушать, при этом не возникает никаких эмоций, возражений. То есть бывают концепции, связанные с чистотой сознания, бывают концепции, связанные с грязным разумом, с чистым и с грязным. А как определить, насколько чиста моя концепция, мое понимание жизни, мое понимание истины? Если я начинаю нервничать при восприятии чужого мнения, это значит, что эта концепция эгоистическая. Она не приведет меня к счастью, даже если она правильная. Она может быть правильным. Что такое фанатизм, например? Фанатизм — это когда понимание какого-то момента, оно не находится в сфере деятельности чистого разума. Оно наполнено эгоизмом. Вы, допустим, придете, вот, допустим, я читаю лекцию «Время – режим дня». И на этой теме я говорю много таких религационных моментов, и вы приходите домой и говорите, сегодня же завтрашнего дня мы там встаем в 5 утра. Да, всё. То есть близкий человек, вроде бы вы ходите изучать лекции «Законы счастливой жизни» читаете, и тут вдруг страдания начались. Какое счастье, когда вы ругаешься с близким человеком, никакого счастья нет. Означает концепция воспринята неправильно. То есть с самого начала предупреждаю вас, что я стараюсь преподнести материал не для ваших родственников, а для вас, это не означает, что он обязательно должен доходить до ваших родственников. Например, на семейные отношения обязанности женщины приходят в основном мужчины, а обязанности мужчины приходят в основном женщины, всё записывают внимательно. То есть это уже означает неправильное понимание, зачем нужны лекции, потому что если человек уже с самого начала не захотел сюда прийти, то ясно, что у него какое-то другое понимание вещей, и ему очень трудно будет принять идеи. Поэтому истинное, правильное понимание вещей означает, что вы воспринимаете с самого начала настроенный получить знания для себя, для того, чтобы изменить свою жизнь. Это правильный подход, потому что, чтобы изменить жизнь другого человека, согласно ведам, надо сначала поработать над собой серьёзно. Иначе бы вы уже давно её изменили, если бы вы могли уже сейчас, если бы у вас было правильное понимание вещей. Но этого нет, значит, надо изменить что-то. Итак, у нас есть пять органов деятельности. Это язык, руки, ноги, анус, гениталии и ум, который является шестым независимым органом деятельности. Напоминаю, что ум также содержит органы чувства познания. Эти чувства находятся на тонком плане. Когда человек умирает, они остаются живыми. Чувство зрения, чувство слуха, чувство зрения, чувство обоняния, чувство осязания и чувство вкуса, чувство вкуса. Все эти чувства, они находятся в уме. Что же это такое вот здесь вот? Это органы чувств. Не путайте. Глаза, уши, кожа. Это органы чувств. Если нет органов чувств, это не значит, что чувства тоже нет самого. Чувства присутствуют. Так, например, даже у меня был знакомый человек один, который способен был ходить слепой, будучи слепым, ходить без провожатого. То есть он просто воспринимал, чувствовал, куда надо идти. То есть с помощью ума, без глаз, он уже ум выполнял роль органа зрения. Понимаете, идея в этом заключается? То есть ум может смотреть точно так же, как может слышать. Когда тело умирает, веды не говорят, мы умираем. Мы не умираем, умирает тело. Мы вот просто, на самом деле, остаемся тем же самым. Мы чувствуем себя точно так же. Ум-то не умирает. Ум не умирает. Ум не умирает, он остается в следующей жизни, он остается с человеком. Тонкое тело ума не умирает, чтобы вы знали. Вот, оно умирает только тогда, когда мы отправляемся в духовный мир, то есть когда он не нужен уже. Но это неизвестно, когда может произойти. Поэтому тонкое тело ума постоянно остается вместе с нами. И оно смотрит, слушает, оно обладает всеми органами познания. Оно может дотронуться до чего-то. Но сделать ничего не может. Органы действия отсутствуют. Органы действия все связаны с грубым телом. Поэтому, когда человек находится в тонком теле, он и не сказать не может, не передать ничего. Он просто воспринимает все, что происходит вокруг. Но ничего сделать не сможет. В этом такое состояние в тонком теле. Есть живые существа, которые могут действовать в тонком теле. Они могут совершать действия, усилия в тонком теле. Такие живые существа, веды говорят, занимают более высокую форму жизни, чем мы. Нам большая удача с ними постричаться. Кто же такие духи? Духи — это живые существа, которые действуют с помощью наших тел. Они не имеют своего грубого тела, но они действуют все равно с помощью тела. Поэтому они не считаются более высокими живыми существами. То есть они не овладели тонкое тело, они с ним не справились, с тонким телом. Они продолжают действовать точно так же, но незаконно. Вернее, законно, по закону кармы, но как бы сами они ведут себя агрессивно, нарабатывают себе плохую карму таким образом. Итак, существует также другая классификация видов деятельности попроще. Это деятельность, которая совершается телом, умом и речью. Выделяются три таких уровня. Потому что телесная деятельность, она сильно отличается от деятельности умом и деятельности речью. Самая серьёзная деятельность — это деятельность речью. Она даёт самые глобальные последствия. Деятельность умом находится на втором месте. Самая как бы такая несерьёзная деятельность, но быстро дающие плоды — это деятельность телом. То есть она вызывает страдания немедленно, если человек не так сделал, особенно гениталиями, сделал не то, что нужно. Потом всю жизнь воспитываешь не того, кого надо. Согласно ведическому знанию, если человек, в каком человек, в состоянии умонастроения зачил ребенка, такой тип души с таким типом кармы привлекается. Если умонастроение было неправильным, а веды описывают, каким оно должно быть, то в этом случае родится такой подарок, что потом мало не покажется. Так, телом, деятельность — это серьезная тоже деятельность. Существует два вида отказа от деятельности. Первый вид отказа от деятельности, согласно ведам, называется отречением. Второй вид — отречением от самой деятельности. И второй вид отказа является отказ от результатов деятельности. Сейчас я объясню. То есть, когда человек отказывается от ненужной деятельности, он всегда прогрессирует. Но согласно ведическому знанию, понятие «ненужная деятельность» — веды, они могут очень много что сказать, что не нужно делать, но человек может находиться в рамках каких-то судьбы, и он не может уйти из этих рамок. Я вчера давал прямой эфир по радио. Кто из вас слышал, поднимите? Вот и там прозвучало такое правильное обвинение в мой адрес, что я говорю то, что нереально, что в жизни неосуществимо, что люди не могут так действовать, как вы говорите. То есть речь шла как раз о времени, режиме дня. То есть самая тяжёлая тема для слушателя. Её выбрал ведущий. Я уже понял, что сейчас мне будет немножко тяжеловато уже с самого начала. И меня сразу же немедленно обвинили в том, что я непрактичный человек, что я непрактично преподношу аюрведу. Но чтобы понять, почему я так её преподношу, следует знать, что время — это непреклонная сила. Она не спрашивает нас, можем ли мы работать днём. Она говорит, будешь работать ночью, будут проблемы. Но это ещё не значит, что мы должны сразу бросить работать ночью. Неизбежно, что мы должны это делать, иначе мы просто с голоду можем умереть, потому что другой работы нет. Таким образом, есть понятие «тяжёлая карма», то есть деятельность, которую ты должен делать, несмотря на то, что она приносит страдания. Ты должен её делать всё равно, ты никуда не денешься. И как бы нам очень трудно понять, зачем тогда вообще об этом говорить. Затем, чтобы постепенно избавиться от того, что не нужно делать, вот зачем. То есть в этом нет проблем сейчас. Итак, отказ от результатов деятельности означает в данном случае, что человек не считает, что работать в ночную смену правильно. Он отказывается от этой концепции, потому что концепция является одним из результатов деятельности. Допустим, мы едим мясо. Допустим, мы едим мясо. Веды говорят, что это не очень благоприятно. Вернее, неблагоприятно. И, как бы, с одной стороны, есть два вида подхода, как бы, к тому, как относиться к мясу. С одной стороны, человек ест мясо, и он должен просто, он говорит, я брошу мясо. Но он не может бросить. То есть он принимает первый вид отречения, отказа от деятельности. Он хочет отказаться от самой деятельности. То есть он хочет перестать есть мясо, но у него нет физической возможности, потому что мясо подпитывает определенные психические функции, которые он должен осуществлять в жизни. Поэтому он не может себе даже представить, как он будет жить без мяса. С другой стороны, человек отказывается от плодов деятельности. Он говорит, да, мясо вредно кушать, но пока бросить не могу. И это является правильным поступком. То есть человек сначала должен сначала, допустим, если он может отказаться от ненужной деятельности сразу, он должен отказаться. Но прежде всего он должен отказаться от плодов. Самым плохим последствием деятельности является изменение мировоззрения или неправильное мировоззрение. Так, например, всем известный факт, что тот ест мясо, будет теорию о том, что мясо – незаменимая пища, будет больше доказа, чем тот, кто его не ест. Тот, кто его не ест, он сразу говорит, что, в принципе, я не вижу, чтобы она была незаменимой. Такой был интересный феномен. То есть человек поставил вот в эту реальность, которую он не мог оценить, потому что он уже получил последствия своего поступка. То есть я в Киеве в одном детской такой кинопередаче в шутку и всерьез говорил о вегетарианстве. Меня попросили. И там надо было шутить постоянно. Они боялись, что я не смогу. Я сказал, вы меня вовремя остановите, когда уже будет перебор. Был прямой эфир. Один мужчина сказал, что... Он просто в прямом эфире сказал, что без мяса нельзя жить. И все. То есть он ничего не спрашивал, он просто сказал, без мяса невозможно жить. И знаете, какой у меня был аргумент? Я объявил, что сегодня впервые в Киеве прямой эфир осуществляется с мертвым врачом. Потому что жить-то невозможно без мяса. Я уже 15 лет не ем. То есть явно, что я уже помер. Вот. То есть я принял его точку зрения. Хотя она была абсолютно абсурдна. Я ее принял, потому что он так сказал. То есть я должен же с ним как-то общаться. И ему нечего было сказать просто. Он не знал, он был в шоке, как аргументировать какую-то идею. Я же не отказывался. Я сказал, что да, действительно, это факт. И так в жизни у нас бывает, что мы абсурдные идеи, мы вынашиваем в своем сердце. Несмотря на то, что мы видим, что эта идея абсурдна, мы не можем от нее отказаться. Это неправильно. Человек должен отказаться от абсурдной идеи. То есть есть два вида отказа от деятельности. Первый вид называется саньяса, или отказ от самой деятельности. И второй вид это от тяга, или отказ от плодов деятельности. Человек должен сначала свершить тягу. Он должен отказаться от плодов. Мы будем говорить, какие виды плодов бывают. И от них от всех надо отказаться, если ты хочешь быть счастливым. В чью-то пользу. И будем говорить, чью пользу можно отказаться, в чью нельзя. Но если человек может, он должен также и отречение, принять отречение от ненужной деятельности. Это должно быть зрелым поступком. Тягу должны совершить все. Но саньясу, то есть отказ от деятельности, способен совершить только человек, который обладает знанием. Без знания отказ от деятельности является признаком плохой кармы. Ну, например, два варианта. Это один человек живет семейной жизнью, и при этом он ведет монашескую жизнь по принципам. То есть он ведет себя как монах в семье, по договоренности со своей женой. То есть они оба так хотят жить. Ну-ка, вам может показаться это странным, но так или иначе. Допустим, мы разбираем такой пример. В этом случае он ничего не теряет, потому что если вдруг у него получится как-то по-другому, то судьба от этого, из-за этого его не накажет. Ну, он как бы живет как может. Но он хоть хочет жить так вот, допустим, но живет как может. Другой случай, человек уходит в монастырь, но при этом он не может отказаться, допустим, от взаимоотношений женщины. Уходить в монастырь означает не общаться с противоположным полом. Он уходит, но он не может этого. У него постоянно в уме крутятся картинки всевозможные. Вот ему хочется общения такого. И этот человек совершает греховную деятельность. На самом деле он нарабатывает себе ужасную карму. Так в следующей жизни, например, он не сможет жениться или выйти замуж, только потому что он как бы себя искусственно ограничивал в этом вопросе. И судьба ему продолжает этот концерт. Она говорит, пожалуйста, продолжи, если ты хочешь. И даже если ты не хочешь. То есть таким образом как бы она завершает идею всегда. Наша судьба всегда завершает идеи. Человек должен поступать правильно. То есть он не должен совершать отказ от деятельности, если он не имеет уже изменённую платформу. То есть надо поменять платформу сознания, повысить её. Согласно ведическому знанию, от пожертвований любой благочестивой деятельности и аскез ни в коем случае не стоит отказываться. Человек, который отказывается от этого, лишает себя возможности прогрессировать. То есть мы сейчас с вами обсудили, то есть не обсудили, а как бы наметили три вида силы, которые вызывают прогресс. И все эти три вида силы по-своему очищают нас от ложного эго, сознание от ложного эго. Дальше пожертвования вызывают очищение сознания и разума, и ума, и тела, и так далее. То есть пожертвования, когда человек совершает пожертвования, он очищает себя. Что такое пожертвования, мы с вами ещё будем разбирать серьёзно. У нас будет лекция для этого специально. Не всегда мы правильно понимаем, что это такое. Дальше благочестивая деятельность, которая рекомендуется ведами. Как бы веды считают благочестивой деятельностью та, которая рекомендуется ведами, потому что веды не разбирают какие-то другие писания, хотя и о них упоминается. Так, например, в ведах предсказывается рождение Иисуса Христа, Будды и так далее. То есть есть предсказательные веды, там это всё описывается. Но веды разбирают сами веды, то есть саму свою идею. Если человек совершает благочестивую деятельность, он увеличивает силу и чистоту разума, ума, тела и так далее. То есть идёт не очищение, а увеличение. Не значит, что тело большим становится, оно имеет больше возможностей в жизни. То есть появляется больше возможностей. Можете себе представить, что, допустим, мы сидим в одном, примерно одном типе тел, да? Но один человек становится в этом типе тел президентом страны, А другой даже дворником не может стать этой страны, потому что у него не хватает на это возможностей внутренней. Так в одном и том же теле мы можем иметь разную силу. Аскезы накапливают, концентрируют. Аскезу дают концентрацию. То есть разум становится более концентрированным, сосредоточенным, более собранным. Это тоже увеличивает силу, в свою очередь, такую пробивную как бы способность. То есть аскезы тоже направлены на увеличение силы, но не вширь, не в возможности увеличивают. Не широкие возможности, а конкретные возможности увеличивают. То есть дают человеку возможность поступательно направить энергию в какое-то русло. Аскетизм — добровольное лишение себя от трудностей, как и чел, которые человек сам себя с любовью подвергает. Это означает, что он копит силу, психическую силу для совершения деятельности. И так жертвоприношения очищают нас. Благотворительная деятельность копит положительную карму. Аскезы дают силы для того, чтобы следовать этим путем. Три типа деятельности, от которых даже мудрецы не должны отказываться, потому что отказ от того, что я перечислил, очень опасен. И так же веды говорят, человек никогда ни при каких обстоятельствах не должен отказываться от выполнения предписанных судьбой ему обязанностей. И часто вы сейчас скажете, а какие обязанности мне предписаны судьбой? Я тогда вам спрошу вас, а сколько вам лет? Представляете, насколько мы необразованы в этом вопросе? Мы не знаем. У нас нет знания, какие обязанности я должен выполнять. Веды говорят, если человек отказывается от выполнения своих предписанных обязанностей, он будет страдать в любом случае, хоть убейся. Поэтому человек должен их выполнять в любом случае. И мы будем изучать эту тему, какие нам обязанности предписаны. В целом я могу сказать, что обязанности, существуют духовные обязанности, которые предписаны всем примерно одинаковые. Дальше существуют обязанности, связанные с тонким телом разума, обязанности, связанные с тонким телом ума, обязанности, связанные с грубым телом и с праной. То есть каждый тип тел несет свои определенные обязанности. Человек не должен отказываться от их выполнения, иначе он неизбежно пострадает. Допустим, каждый день у нас есть обязанности, связанные с грубым телом. Каждый день мы должны чистить зубы. Если мы не будем выполнять обязанности перед телом, то мы просто очень сильно пострадаем во всех отношениях. Даже в психическом вонять изо рта будет. Работы могут даже из-за этого выгнать. Как бы это может быть и шутка, а может быть и нет. Сейчас мы перейдем с вами к краткому описанию, как происходит действие само. Мы это опишем на всякий случай, потом вы увидите, что эта информация очень сильно вам пригодится в жизни. Есть три фактора, которые мотивируют деятельность. Без этих факторов не будет мотива необходимости совершить действие. Первый фактор — знание. Как мы говорили, знание всегда означает знание о том, что такое счастье. Знание, допустим, о том, сколько чешуек у змеи на теле, может, конечно, дать диссертацию докторскую, но это знание не даст изменения судьбы. То есть оно не является тем знанием, которое поможет жизни. Речь идет в данном случае о знании, которое связано с нашим пониманием счастья, что такое счастье. Дальше мы должны знать, мы должны иметь объект, который мы познаем. И третий фактор — мы должны быть трезвыми в трезвом сознании, в своем здравом уме. То есть мы как субъект познания, мы должны быть в форме, будем так говорить. Если я ничего не соображаю, то я не совершаю действия. То есть мотивы действия находятся в сфере вот этих трех категорий. Если человек не знает, что делает, будет ли это считаться действием или нет? Будет. Почему? Потому что в этом заключается его знание. Его уровень, его знание таков, что он ничего не знает, что он делает. Все равно ему придется за это отвечать, потому что он находится в здравом уме. Если человек не знает познаваемого, но познает его, является ли это основанием, что человек не будет за это страдать? Допустим, человек познает наркотики. Он не знает познаваемое, он не знает, что его ждет. Он не понимает, с чем он имеет дело. Но он познает. Результат все равно придет. Неизбежно. Потому что если ты в здравом уме, значит, ты должен, господин, как бы знать, с чем ты имеешь дело. В этом заключается обязанность. А часто мы не знаем, с чем мы имеем дело. Допустим, если мужчина имеет дело женщины, он должен знать, что могут появиться дети. В этом заключается идея взаимоотношения двух тел, мужского и женского. Если человек этого не понимает, как бы это часто так бывает, очень молодые люди, они как бы понимают, что есть секс, но не понимают, что есть дети. Они как бы не учитывают этого фактора. Потом, когда появляется беременность, то ясно здесь как бы руки разводит молодой человек. Говорит, а я не знал, что тут. Вот не знал, что так может быть. Оказывается, надо вот изучать познаваемое, что ты хочешь познавать. Такой должен быть результат. И мы уже говорили, что субъект познания должен всё-таки быть в форме. То есть он не должен быть невменяем. В этом случае тогда действие уже будет являться кармой. То есть оно будет нести последствия, какие-то плоды. Итак, мы теперь разбираем уже, то есть три фактора мотивирующих действия есть. То есть мотивы уже у нас есть, пора действовать. И в действии существует два фактора. Первый — это предварительное действие. Предварительное действие означает вдохновение. Вдохновение приходит у нас из разных мест. Оно может прийти извне с помощью звука или других каких-то воздействий на нас. Оно может прийти изнутри само по себе. Просто, как говорят, не в стой ноги встал. Или там ещё как-то называют это по-разному, что типа, зачем он так сделал. Непонятно. То есть, но согласно ведам, вдохновение всегда приходит только изнутри. То есть это может быть внешне вызвано внешним поступком, но всё равно это связано только с нашей кармой и ни с чьей иной. Согласно ведам, не существует никаких возможностей на нас действовать без основания. Не в связи с нашей собственной кармой. Никаких возможностей нет. И другими словами, если у человека нет плохой кармы, то никто ему зла не сможет сделать в этом мире. Никаких шансов нет. Если у него нет плохой кармы, зло невозможно совершить с этим человеком, потому что он не имеет... Нет основания действовать плохо против него. Внутри нет субстрата, с которым будет произведено взаимодействие. Согласно ведам, карма вкратце осуществляется таким образом. У нас в тонком теле ума есть как бы зачаток страдания или та сила, которая потом вызовет страдание. Эта сила связывается в результате движения времени, она связывается с определённой комбинацией планет, то есть она связывается с точкой пространства. То есть на пространство влияют планеты, которые движутся по небосводу. Мы будем потом говорить и само пространство, даже стороны света они оказывают влияние на нашу жизнь, на нашу психику. И когда мы по времени доходим до определённой комбинации планет, которые все обладают определённым характером, наступает такой момент, что характер совокупности пространства соответствует характеру какого-то вида страданий у нас в уме. И в результате этот бзик выходит наружу. То есть наступает момент, что он вылазит наружу, и мы вдруг обнаруживаем, каким я могу быть. То есть мы не знали оттуда этого, но теперь узнаём. Вот это означает как раз то, что как бы карма пришла, она настигла нас. Это всегда происходит именно таким образом. То есть именно внутренняя сила, она выходит наружу. Если её там нет, то есть зачатка страдания наших прошлых поступков не было плохих, страдания в тонком теле ума, этого зачатка, импульса, который вызовет страдания, нет, значит вдохновения тоже не будет. То есть предварительного действия тоже не будет, и самого действия тоже не будет. Предварительное действие состоит из стимула вдохновения, и второе, из тонкой формы деятельности. Это следующая категория. Тонкая форма деятельности, это означает не просто желание и эмоции, которые возникают от вдохновения. Вдохновение действует двояко. Оно может действовать на левое полушарие и вызвать размышления. Оно может действовать на правое полушарие и вызвать желание совершить этот поступок. Но когда предварительное действие доходит до центральной части нашего мозга, то есть ум взаимодействует уже с центральной частью нашего мозга, это означает, что начинается совершаться тонкая форма деятельности. Центральная часть нашего мозга принимает решение. Всё, баста. То есть решение принято. Я пошёл делать то, пошёл за пивом. Денег нет, пошёл за пивом. Решение принято. То есть означает, что стимул действует, и он дошёл или из левого полушария, или справа, он дошёл до центра. Или желание было, или просто мысли тяжёлые. Выпить захотелось по какой-то причине внутренней. Человек не сильно разбирается, в какой части полушария к нему пришло. Он просто идёт за пивом. Потому что это предварительное действие, оно находится на тонком плане. Человек не может понять до конца, что именно побудило его. Но мы с вами разбираем именно эти вещи. И существует пять факторов, составляющих саму деятельность. Первый фактор — поле деятельности. Есть два вида поля деятельности. Внутреннее поле деятельности означает наши пять тел, в которых мы можем действовать. Некоторые люди не считают, что это является деятельностью. И они очень сильно ошибаются. Например, мы можем, допустим, просить прощения у окружающих людей. Это действие или нет? Многие люди не считают это. Допустим, в уме, если я прошу прощения, это действие или нет? Многие люди не считают это действием. Они считают, какая разница, я прошу, я в уме от него прощения, или не прошу. Он же всё равно этого не слышит, поэтому ничего от этого не меняется. Согласно ведам, внутреннее поле деятельности играет на нашу судьбу большую, гораздо большую роль, чем внешнее поле деятельности. И человек, который правильно организует свою внутреннюю жизнь, но не ведёт себя определённым образом, а действует внутри, становится искренним. Каково определение искренности в деятельности? Человек делает то, что он считает, а не то, что нужно, положено делать. Внешнее поле деятельности означает этот мир. Когда мы не понимаем, как взаимодействовать с внутренним полем деятельности, мы ведём фальшивую жизнь. То есть эта жизнь не приносит реальных плодов. Вроде бы я замуж вышла, и хорошо отношусь к мужу. Почему же у меня отношения-то не улучшаются? А как вот внутри себя? Вы его любите? Ну, как сказать? Конечно, могла бы и получше выйти замуж. То есть вот всё, внутреннее поле деятельности не работает правильно. В результате могут быть проблемы во внешнем поле деятельности. Скажется, что я ведь веду себя правильно. Почему он не ведёт себя правильно к отношению ко мне? Современная психология часто не учитывает внутреннее поле деятельности. Она как бы имеет поведенческий стиль, поведенческий характер. То есть ты вот веди себя так, и получится такой результат. Веди себя по-другому, будет такой. В результате мы растягиваем улыбку, как бы так мы всем улыбаемся, здороваемся, кланяемся. А внутри у нас внутреннее поле деятельности попахивает чем-то другим. Человек, допустим, чувствует, что ему улыбаются, но за улыбкой что-то другое стоит. Он пытается, ему только остаётся догадываться, что именно, что-то не то. Внутреннее поле деятельности, именно оно определяет результат. Не внешнее поле деятельности, а внутреннее. Результат определяет. Две бабки продают семечки. У обоих бабок, и мы будем часто такие примеры использовать, чтобы вам доходнее было. У обоих бабок семечки одинаковые, цена одинаковая. Там не знаю, сколько они стоят. У вас стакан семечек. Цена одинаковая, бабки одинаковые. Стоят все в удобном месте. Обе. У одной бабки берут много семечек. Цена тоже одинаковая, а у другой вообще не берут. Разница заключается во внутреннем поле деятельности. Разница такова. Одна бабка поставила эту цену, потому что она чувствует, поднимать больше нельзя, потому что не купят. Другая бабка поставила эту цену, потому что ей неудобно. Ну зачем больше-то цену делать? Это же нехорошо. Семечки-то столько стоят. У той, которая цену поставила таким образом, что она как бы это сделала, потому что так надо, ну как бы и неудобно поднимать цену, у ней будут брать семечки. Та, которая снизила цену, да, в результате конкуренции, да, допустимого порога, как бы ей хочется, конечно, ее поднять, у ней семечки будут брать меньше. Внутреннее поле деятельности действует не так, как надо. Вот вам и торговля. Видите, мы сразу к торговле напрямую подошли. Поэтому в очень преуспевающих фирмах работают над концепцией, над разумом своих сотрудников. Они определяют, дают вдохновение, то есть определяют цель предприятия. Цель формирует вдохновение. Люди, вдохновленные люди, меняют свое внутреннее поле деятельности. Они начинают видеть реальный смысл в том, что они делают. И в результате товар расходится лучше. Понимаете идея, в чем заключается? Изучая, с помощью закона кармы можно, оказывается, преуспеть даже в бизнесе. То есть этот закон работает во всех отношениях, везде в жизни. То есть он практичен. Мне перед лекцией, мне на всякий случай один человек сказал, тема-то на самом деле не очень практичная. Вот я так не считаю. Очень даже практичная, реальная тема. Итак, поле деятельности. Первый фактор деятельности, без которого деятельность невозможна. Итак, мы с вами уже говорили, человек остался в тонком теле, внутреннего поля деятельности нет, внешнего безграничные горизонты. Делать ничего уже не сможет, потому что внутреннее поле деятельности является главным фактором. С другой стороны, человека замуровывают, в тюрьму ему некуда вообще идти. Внешнее поле деятельности ограничено. Может он действовать или нет в тюрьме? Наоборот, в тюрьме-то как раз вся деятельность, вся жизнь не начинается. Согласно ведическому знанию, если человеку ограничено внешнее поле деятельности, его жизнь будет более полноценно протекать, потому что он очень много осознает, поймет за эту жизнь. То есть поэтому неизвестно, согласно ведам, еще неизвестно, что является благом, а что является неблагом. Мудрец по-настоящему, мудрый человек, всегда понимает, что то, что с ним происходит, является высшим благом для него. Ногу отрезало благо. По этому поводу есть ведическая история. То есть таких историй достаточно много. Я вам расскажу эту историю. Она достаточно такая поучительная, смешная. Один мудрец, как бы советник царя, очень сильно, серьезно относился к вот этой теме, закон кармы. И когда царь его спросил, сегодня благоприятно ехать на охоту или неблагоприятно, он ему сказал, очень благоприятно сегодня тебе поехать на охоту. В результате, когда он поехал на охоту, он во время стрельбы из лука, он перерезал себе большой палец, отрезал в этот день. И он приехал без пальца, без большого, и сказал, слушай, дорогой мой дружище. А он ездил на охоту вместе с этим своим, как бы этим, ну, он не приехал, а он там прямо ему сказал, смотри, у меня пальца нет, что значит благоприятно. И он прямо там ему сказал, это вам очень благоприятно быть без пальца. И как бы царь разгневался, посадил его в тюрьму. Вот, говорит, если... И говорит, ну как тебе там, благоприятно, говорит, тебе в тюрьме-то? Он говорит, очень благоприятно, это мне спасет жизнь. Вот, и как бы царь думал, наверное, у него уже все. На почве закона кармы у него уже крыша съехала, и поэтому пускай сидит себе там спокойненько. И он в очередной раз уже без пальца без этого поехал на охоту. И так случилось, что перебили, дикари перебили всех его слуг, и как бы взяли его совершать там пожертвование. Конечно, это не в благости пожертвование. То есть они решили его там кому-то предложить, какой-то богине. Ну, зажарить другими словами. Вот, и они его раздели, как бы начали осматривать, и обнаружили, что у него нет одного пальца. А это уже не кондиция. Извините. То есть нельзя предлагать богине. В результате его отпустили просто с Богом. И как бы он пришел, обрадованный такой, прибежал к этому мудрецу и сказал, ну вот смотри, классно, хорошо, как бы я действительно спасся, если бы мне палец не отрезал, я бы погиб. Ну хорошо. Ну ты-то, говорит, в тюрьме, в чем благоприятного тебе-то в тюрьме сидеть. И он сразу, не задумываясь, сказал, говорит, а если бы, говорит, я, говорит, не в тюрьме не сидел сейчас, говорит, меня бы зажарили вместо тебя. Или привили. Вот такая история, как бы. Поэтому закон кармы, тему эту понять достаточно сложно. Нам трудно это понять, что является благом для нас. Веды говорят, любое событие является высочайшим благом для нас. Но понять это невозможно. Так, допустим, женщина часто всю жизнь страдает от того, что у ней муж пьет очень сильно. И она думает, ну в чем заключается благо того, что я вот вижу перед собой постоянно, эту физиономию, пьяную, невменяемую. В чем заключается благо, согласно закону кармы? Согласно ведическому знанию, если женщина не может избавиться от таких отношений, это значит, в прошлой жизни было все наоборот. То есть она была пьяницей в мужском теле, а он был той женщиной, которая страдала от него. В чем заключается правильное действие в этой ситуации? Согласно ведам, правильное действие заключается в том, что женщина должна простить мужа за то, что он выпивает. Должна относиться к нему состраданием. Это не значит, что она должна ему потакать, говорить, пей, мой дорогой. Нет, она просто должна относиться со страданием, с добротой ему. И тогда она отработает свою плохую карму, и все следующие жизни они не поменяются местами. Расплывутся, как в море корабли. То есть все будет хорошо. То есть вот так интересно знать, интересно вот знать эти вещи, что как бы все, что с нами происходит, является благом. И отказ от деятельности, допустим, она разводится, она может получить не тот результат. Но мы будем еще говорить об этом. Развод тоже не всегда является неблагоприятным поступком. Итак, второе. Кроме места, в котором мы действуем, есть еще и лицо, которое совершает действие. Согласно ведам, действие совершает душа. То есть мы все души, находящиеся в двух оболочках, в тонком теле и грубом теле. И веды говорят, мы живем в этих оболочках, как в машине. Как бы мы не можем такое сравнение сказать, что это, разве это машина, такое хорошее тело, красивое. Но веды называют тело янтра. Янтра переводит с санскрита механизм, машина. То есть такой перевод. Тело — это как машина, с помощью которой мы осуществляем свои желания в этой жизни. Но действует душа. Душа, она имеет духовную природу, но ее желание, желание наслаждаться как-то определенным образом, они действуют через грубое, тонкое и грубое тело. Так душа действует через грубое, тонкое тело только с помощью своих желаний. Душа, поступки сами тоже являются результатом желаний. Поэтому в этом мире, кроме желаний, ничего не существует. Все состоит из желаний. Наше тонкое тело соткано из желаний. Грубое тело — результат деятельности тонкого тела. Мы получаем грубое тело в зависимости от своих желаний. Почему я родился в таким очкариком? Потому что таковы были мои прошлые желания. Кто-то родился по-другому, кто-то получает мужское тело, значит, были мужские желания. Кто-то родился в женском теле, были женские желания. Желания определяют тип тела. Можно родиться тараканом даже в зависимости от желания. Если таракань и желание есть, значит, будешь тараканом. Высоцкий об этом пел еще в эпоху застоя. Он говорил, а если жил как Баобаб, то жил как дерево, родишься Баобабом, и ты будешь стоять тысячу лет, пока не помрешь. Что такое? Если был свиньей, останешься свиньёй. Ну вот такое. То есть в зависимости от того, как человек живет, он получает тот тип тел. Это очень философская песня на самом деле. И самое удивительное и интересное заключается в том, что тонкое тело, оно меняется медленно в зависимости от наших желаний. Тонкое тело по своему образу и подобию сформирует грубое тело. Когда человек уже живет в человеческой форме жизни, он может быть похож на какое-то животное по поведению, по лицу и так далее. И оказывается, национальные особенности тоже здесь есть. То есть если вы задумываете, я не буду как бы говорить об этом, потому что меня сразу обвинят в геноциде, там ещё о чём-то. Я просто, вы сами понаблюдайте, каждая нация похожа на какое-то животное. Это означает эволюцию. То есть это не значит, что она долго прогрессировала, эта нация там из воробьёв. Нет, просто люди, которые как бы имели определённый тип животного в тело, животной формы жизни, они рождаются в каких-то определённых национальных условиях и на разных планетах и так далее. То есть есть какие-то пути кармы, дороги, которые нам неизвестны. И поэтому сходство с животными и с птицами и с деревьями нашего поведения не случайно, уверяю вас. В этом есть связь с прошлого наша определённая. Итак, второе – это лицо, совершающее действие. Третье – различные органы чувств. Мы с вами говорили, что существует десять всего. То есть существует чувство познания и чувство действия, и органы действия. Все они связаны с умом, и через них мы совершаем свою деятельность. Без них мы деятельность не можем совершать. Если мы не видим, то кто может нас обвинить в том, что мы не разглядели что-то, правильно? Такое обвинение не обосновано. Если глухой человек, нельзя его обвинять в том, что он не расслышал. Я ехал в поезде разок с двумя пожилыми людьми. Они не понимали этого, что если человек не слышит, он не должен быть обвинён. А как бы дед сидел сверху, а бабушка сидела внизу. И она кричала ему, «Ложись спать, ты ведь устал!» А он тоже кричал, отвечал, «Замолчи, дура!» И он как бы... И я потом из беседы ихней, я понял, что он думал, что она говорит совсем о другом. Это было настолько смешно. То есть они как бы не понимали, что он не понимал, что он... А потом она услышала, что он её в этом так обвиняет и тоже начала ругаться очень сильно. Они переругались как бы только потому, что они не понимают, что их орган восприятия действия не работает. С помощью него нельзя совершать действия. Часто человек, совершая действия, не понимает этого, что у него недостаточно квалификации до этого. Так, например, мужчина, не имея на то силы, допустим, он женится, и не знаю, на что он рассчитывает. У него нет возможности действовать, взаимоотношения строить со своей женой. Но он как бы хочет жениться. Так мне рассказывали, что был такой случай, что один пожилой человек, ему было 70 лет, он ходил в публичный дом, платил 50 долларов, чтобы пообщаться с женщиной, хотя у него не было никакой возможности как бы на это. Но, тем не менее, он ходил, наверное, привык. То есть, человек должен остановиться как бы в какой-то момент, он должен понять, что у него нет возможности совершать действия. Это факт, то есть, он должен это понять. Часто мы не понимаем, я вам привел примеры. Также существуют разнообразные виды деятельности. Это четвертый фактор, без которого деятельность невозможно осуществить. Если такого вида деятельности не существует, мы не должны считать, что мы сможем совершить действие. Допустим, дети часто мечтают, что они полетят там куда-то, там на Альфа-Центавру, но у нас нет таких видов деятельности на Земле. Мы не можем это осуществить. Поэтому это нереально. И пятый фактор действия, любого действия, это самый непонятный фактор. Это Господь. Фактически, Он осуществляет все виды деятельности. То есть, мы сами, душа не может контактировать ни с тонким, ни с грубым телом. Она имеет духовную природу, которая сильно отлична и от грубой, и от тонкой природы. Тонкая природа также не может сама по себе контактировать с грубой. То есть, тонкое тело не может воспользоваться грубым телом. Если бы это можно было, допустим, представьте себе, что человек мог бы думать с помощью чужих мозгов. Но если я, допустим, по своему желанию могу воспользоваться грубым телом чужим, то есть, я как бы это осуществляю. Ну тогда я захотел подумать, допустим, головой Эйнштейна. И начал думать. Классно. Можно открывать закон. Но у меня есть своя голова, я не могу как бы действовать с помощью чужой. Это означает как раз, что сила, есть сила, которая даёт возможность там действовать с помощью нашего тела и не даёт возможности действовать с помощью чужого тела. Эта сила называется сверхдуша. Она находится вот здесь, в центре груди у человека. Она имеет духовную природу, но она осуществляет работу полностью нашего тела в зависимости от наших желаний, от нашей кармы. Мы контролируем движение пищи по кишечнику, нет? Нет. Мы можем контролировать, научиться? Можем. По своему желанию? Можем. Мы контролируем температуру тела? Нет. Она сама автоматически происходит. Но мы можем научиться контролировать? Да. Мы можем научиться всему, чему угодно. Но пока мы не научились, это всё равно осуществляется. И это означает, что существует какая-то другая сила, которая даёт возможность нашему организму существовать. Эта сила называется Бог или сверхдуша. Сила, которая находится... То есть, это не значит, что Бог... У всех Боги разные, и все они живут внутри человека. Веды описывают это, что Солнце светит на всех одновременно, хотя оно одно. Точно так же и сверхдуша, она хоть одна, то есть, это как бы аспект Бога, но она пронизывает всех живых существ и осуществляет наше желание. То есть, она фактически ведёт дорогой нашей судьбы, нас. Это можете понимать в прямом или можете понимать в переносном смысле. Например, согласно ведам, когда наше время пребывания в теле закончилось, то мы теряем сверхдуша, закрывает краник, концерт закончен. То есть, она закрывает краник и психическая энергия прана начинает уходить в тонкое тело из грубого. Реально, живое существо, душа воспринимает, что всё сворачивается, то есть, пространство, в котором она находится, начинает как-то сужаться. И в какой-то момент душа начинает воспринимать себя изнутри, только как тонкое тело. Она освобождается. Момент освобождения от тонкого тела. Сначала человек чувствует, что он холодеет. он не может уже управлять телом. Начинается вот это вот омертвение, как бы холодение. То есть, сворачиваются чувства, сворачивается психическая энергия. И он в какой-то момент он теряет ориентацию, а потом вдруг он начинает чувствовать себя в каком-то замкнутом пространстве. Это означает, что душа внутри тонкого тела начинает чувствовать себя внутри тела. То есть, там есть внутри тела есть чакры психические, такие центры. Мы разбирали вчера, на вчерашней лекции. И также есть надии, такие каналы, по которым движется психическая энергия. И душа, находясь в тонком теле, уже не контактирует с грубым телом, но она контактирует с тонким телом. И оно может до определенной чакры дойти, душа как выходит из тела, через разные чакры психические. Разные чакры дают контакт с разными видами измерений или пространств. Душа, которая выходит через самую нижнюю чакру, она отправляется на низшие планеты. Душа, которая выходит через самую высшую чакру, она освобождается из материального мира, уходит в духовный мир. Это духовная чакра, связанная с духовной энергией. Но, о чем я, зачем я это вам сейчас сказал, как бы это может быть немножко не по теме, у нас будет лекция на эту тему. Сверхдуша указывает путь. Душа всегда стремится только к счастью. Сверхдуша является источником счастья. И она воспринимает это как свет. То есть она, находясь, почувствуя себя в заохнутом пространстве, она ничего не видит, ничего не слышит, темно. И вдруг она перед собой, как в туннеле, видит туннель какой-то, и он освещен светом вдали. И душа начинает двигаться по этому туннелю. Туннель — это надия, то есть канал энергетический, психический. А свет — это Сверхдуша как раз, она высвечивает нам путь. В соответствии с нашими поступками и желаниями мы получаем выход через определенный психический центр. И этот выход, эти выходы через разные психические центры, они очень детально описаны в ведах. То есть, допустим, когда человек выходит, когда душа выходит через самый нижний психический центр, в момент смерти, в самый момент смерти человек испражняется под себя, и душа выходит через нижние центры. Если душа выходит через горловой центр, открывается рот в момент смерти резко. Если душа выходит через лобный центр, то на лице наступает улыбка. То есть, человек, представляете, умирает, и в момент смерти он улыбается. Очень феноменальный момент. Это значит, что он отправится на высший планет. Вот. И когда душа выходит через макушечный центр, то в момент выхода души через макушечный центр происходит как бы озарение. То есть, все присутствующие в этот момент, их озаряет свет знания. То есть, они испытывают большое счастье во время такого выхода. И когда душа выходит через макушечный центр в ведической культуре, этот момент празднуется всеми. То есть, это как бы уход через макушечный центр означает большое счастье. Все радуются, хлопают в ладоши. Человек умер, да? Им очень хорошо. Почему? Потому что это означает, что он получил высшее благо, и все, кто присутствовали, получили высшее благо. Таким образом, смерть не рассматривается в ведоме во всех случаях, как что-то плохое. Часто это может быть каким-то очень большим благом, оказывается. И так окружающие люди точно так же это воспринимают. Всякое действие, которое человек совершает, праведное или неправедное, совершает он телом, умом или речью, определяется всеми этими пятью факторами, без них действие совершено, быть не может. То есть если нет поля деятельности, то есть тела нет, или нет окружающего пространства, то есть нет, в том смысле нет тела, тело — это главное поле деятельности. Если нет души, которая будет совершать действие внутри, нет души, нет органов чувств, с помощью которых мы будем, то есть самих чувств, именно органов чувств, которые совершают действие, и нет видов деятельности, а также нет сверхдуши, тогда действие не будет совершено. Существует предположение, например, что в растениях, в животных нет души. Даже некоторые говорят, что в женском теле тоже нет души. Если души нет, согласно ведом, вот мы сейчас разбираем, зачем я вам это всё говорю, это какую-то галимую теорию. Вот смотрите, если лица совершающего действия нет, значит, действие тоже не может быть совершено. Значит, собака не кусает. Укуса нет никакого. Нельзя жаловаться такому человеку, который так считает, нельзя жаловаться на собаку, потому что она не совершает действие. Души нет, действие совершать нечем. Всё. Укус не засчитан. То есть действие не совершено. Ну вот такой простой пример, как бы, что эти все факторы следует учитывать. Как нужно учитывать сверхдушу? То есть мы должны учитывать, но мы даже не знаем, что это такое. Согласно ведам, сверхдуша проявляется через совесть. Совесть, голос совести является чистейшей энергией сверхдуши. Человек должен понять, слушает он голос совести или что-то другое слушает. По этому поводу есть такой анекдот про ковбоя. Из этой серии. Ну я стал это объясняю. То есть пользуюсь этим анекдотом, потому что он показательный. Так к этой теме подходит. Ковбой попал в плен, и его должны были убить. И его внутренний голос, вот теперь поймите, сверхдуша это была или нет, он ему сказал, что должен подойти. Если он говорит, что делать, то у меня безвыходная ситуация. И внутренний голос сказал ему, что это не безвыходная ситуация, что можно что-то еще сделать. И он спросил, что сделать. И тогда внутренний голос сказал ему, подойди вот к вождю и оскорби его. Ну оскорбление нанеси ему. И когда он подошел, оскорбил его вождя. И он спросил внутренний голос, «Ну а теперь что делать?» Он сказал, «А теперь вот уже безвыходная ситуация. Теперь уже делать нечего». Ну, такой вроде бы скажется плоский, но в нём вот именно смысл этой темы заключается. Когда человеку говорит голос, внутренний голос, голос совести что-то говорит, он всегда ведёт счастью. Он никогда не ведёт страданию. Страданию ведёт какой-то другой голос. У нас есть, кроме внутреннего голоса, у нас есть ещё другой голос, который называется ум. Ум. Запомните это. Часто люди, как бы занимаясь экстрасенсорикой, они не изучают этот вопрос кармы и взаимоотношения со сверхдушой очень серьёзно. И они неименуемо попадут в ловушку ума. Они будут думать, что они действуют по совести, что их влечёт, как бы зовёт труба что-то делать. Но на самом деле это просто деятельность ума, не у чего общего с деятельностью сверхдуши не иметь, потому что сверхдуша, согласно ведам, это субстанция, отличная от нас. Она действует независимо от того, нравится мне так делать или нет. То есть она как бы говорит нам ту истину, которая непреклонна. Хочу я или не хочу, истина есть, и её невозможно изменить. Она такова. У некоторых людей есть такая философия, что у каждого своя истина. У каждого своя правда, но это не значит, что у каждого своя истина. Правда бывает разных уровней сознания, как бы, и результат от такой правдивости тоже будет разный. Допустим, если человек знает, что, допустим, другой человек поступил неправильно, и он говорит ему, «Ты не прав». Он прав в том, что он говорит, что тот не прав? Да. Но его внутренний настрой или его внутреннее поле деятельности, при этом, допустим, он хочет использовать это, сам не понимая того, он говорит со злобой. То есть он использует ситуацию, чтобы выбросить из себя отрицательные эмоции. А ситуация использована может быть легко, потому что правда является основанием для действия. Если ты знаешь о ком-то правду, ты имеешь право действовать, так? То есть тебя никто не обвинит, ты действуешь по правде. То есть ты говоришь, что ты сделал неправильно. Но при этом, если ты в это вкладываешь ненависть, в эти слова, это значит, что ты, вроде бы, сказав правильно, на самом деле при этом неправ. Потому что твое действие, оно имело другой настрой внутреннего поля действия, то есть внутреннее поле действия. То есть, другими словами, это действие не было согласовано со сверхдушой. Если человек действует не по совести, то есть он сказал, вроде бы, кажется, я по правде сказал, но не по совести, не означает, что он будет в будущем испытывать счастье от того, что он это сделал. Он будет и сможет испытывать очень большие страдания. Поэтому прежде, чем обвинить кого-то в чем-то, человек должен успокоиться, доброжелательно настроиться к нему и потом уже высказывать свое мнение. Однако же, еще раз повторяю, тема кармы очень сложна. Так, например, когда милиционер выполняет свои обязанности, допустим, насилует женщину, он не должен как бы настроиться, успокоиться, пока он это сделал, ее уже давно изнасилуют. Он должен немедленно совершить действие, он должен, это его долг, так как он милиционер, он должен защитить человека. Теперь у меня вопрос, если он идет в гражданской одежде и там кто-то тонет, допустим, или там избивают кого-то, является ли долгом милиционера защитить человека, если он не при исполнении обязанности? Да, является. Потому что долг определяется не цветом одежды и не специальностью человека, а его состоянием, структурой тонкого тела. Допустим, человек даже может быть не милиционер, но его тонкое тело создало грубое тело так, что этот человек может защищать других людей, и у него на это есть все, воля, смелость, сила и так далее. И он обязан это делать, иначе он совершит плохой поступок, неправильный. Допустим, женщина беззащитная идет сама, видит, кого-то избивают. Она должна идти и там разбираться или нет? Нет, потому что она не создана для того, чтобы защищать пострадавшего. Ее тело не предназначено для этого. Но она может, конечно, закричать в пользу, она может совершить тоже защиту какую-то сделать, но эта защита уже не физическим образом будет осуществляться. В любом случае, человек, кроме голоса совести, должен также изучать, в каких случаях, как надо поступать, потому что не всегда он может правильно настроиться. В данном случае, если милиционер очень разозлился, когда насилует женщину, он очень разозлился и с ненавистью побил этого человека, он не несет за это плохой кармы, как ни странно, не несет, потому что он выполнял свои обязанности, как мог. Согласно ведам, лучше исполнять свои обязанности плохо, чем чужие хорошо. Ну, например, обязанностью, а полностью отреченного человека является не обращать ни на что внимания. Так, допустим, если он отрекся от всего, именно такой вид отречения, такого уровня отречения, если произошло, и там совершается какое-то безобразие, ну, люди всегда безобразие совершают, они что-то делают не то, и он как бы не обращает, он Мауну соблюдает, он не обращает внимания, то есть он молчит. Он такой обет себе дал, обет молчания. Он не совершает греха. Если он действительно отреченный человек, он имеет право не обращать на что внимания. Хотя если он, мы сказали, человек не несет никаких проблем, если он, этот человек, ради пользы блага других совершит действие. Однако же, совершая обет молчания, он должен быть очень изощренным, чтобы действительно не совершить плохого действия. Так, например, есть разные обеты, и, допустим, веды описывают такой случай, когда человек дал обет правдивости, говорит всегда правду, и как бы он жил в лесу, и мимо его хижины преступники гнались за жертвой, за своей. И преступники спросили, куда побежал этот человек, и он показал, сказал правду. В результате он совершал очень много аскет, но он попал на низшие планеты после смерти. Спрашивается, за что? За то, что он соблюдал свой обет? Так вот, он не до конца понял эту идею, что такое закон кармы. Человек не должен отказываться от благочестивого действия. Если он отказался в пользу неблагочестивого, даже пусть ради обета, он все равно ему придется за это пострадать, потому что он должен был действовать в данном случае. К нему прилагалось действие. Если бы он обет молчания соблюдал, он бы ни тому, ни другому ничего не сказал. Но, тем не менее, в ведах существуют такие обеты правдивости, допустим, разумные святые люди способны их соблюдать правильно. И часто они, ну, часто бывают, допустим, такой случай, я пишу, что решили как бы обет правдивости, как бы, ну, решили прервать у одного такого мудреца. И они послали лошадь к нему. То есть мимо него прошла лошадь. Они ее покрасили с одной стороны, с другой стороны, которую он не видит, они ее покрасили в желтый цвет там или в какой-то еще. А с этой стороны она была другого цвета. И когда они его спросили, какого цвета лошадь, которая здесь проходила, или они сказали, а здесь проходила лошадь такого-то цвета? Они вот так вопрос задали. Он сказал, здесь проходила лошадь, с моей стороны она была такого-то цвета. Очень изощренный человек, обмануть невозможно. То есть такое тоже бывает. То есть видите, как бы мы с вами тонкости такие разбираем. Вроде бы нам в жизни не нужно это говорить, с какого стороны света мой муж. Но так или иначе, как бы я просто вам ради примера показываю, что как трудно держать отречение, полное отречение от мира. Как бы обеты не всегда бывают разумными наши. Сейчас мы с вами разберем внутреннее поле деятельности. Вкратце поговорим о нем. Внутреннее поле деятельности. Существует пять первоэлементов, из которых состоит наше грубое тело. Первый элемент эфира, который дает нам объем. Мы можем жить только в своем объеме. Первый элемент воздуха, который дает нам психическую силу. Первый элемент огня, который дает нам возможность трансформировать одно в другое. То есть, допустим, делать логические выводы. Или пищу трансформировать. То есть переваривать так, что создаются другие структуры химические. Любой трансформации связана с деятельностью первоэлемента огня. Первый элемент воды соединяет одно с другим. Первый элемент земли дает нам плотность, возможность иметь определенную плотность. Итак, пять первоэлементов, которые мы с вами серьезнейшим образом разберем здесь. И вы поймете, что знание о них очень сильно облегчает жизнь. Вы вот столько практических моментов узнаете об этом, что много очень сможете применить в жизни, особенно по здоровью. Дальше следующий фактор внутреннего поля деятельности — это ложное эго, которое мы с вами уже разбирали сегодня. Следующий фактор внутреннего поля деятельности — это ум, который мы тоже уже разбирали на прошлой лекции сегодня. Следующий фактор внутреннего поля деятельности — это разум. Дальше пятый фактор — это чувства, с помощью которых мы действуем, внутреннего поля деятельности. И последний фактор внутреннего поля деятельности, который мы вообще не касались с вами. А, нет, чуть-чуть мы касались. Это силы Вселенной. Вы читали? Кто-то читал из вас второй том моей книги? «Могущественные силы Вселенной». Не читали никто? Кто-то читали. Вот это пятый фактор, который находится внутри нас. То есть есть силы, в зависимости от того, как мы понимаем, что такое счастье, эти силы, или они называются гуны материальной природы, они будут нас, как бы, все вот эти вот предыдущие пять факторов нашего существования направлять в определенное русло. Ну, допустим, один человек имеет грязные желания, плохое настроение, грязный внешний вид, имеет грязную плохую компанию и живет очень тяжелой, плохой жизнью. Другой человек имеет чистый внешний вид и все прочее. То есть все у него наоборот, все прямо противоположно. И некоторые люди считают, что вот этому человеку, который грязную жизнь живет, и у него очень легко, на самом деле, вести себя правильно, просто ему надо захотеть. Но оказывается, во-первых, захотеть непросто, потому что само желание находится в сфере нашей прошлой кармы, то есть сами наши желания, которые у нас возникают, находятся в сфере деятельности прошлой кармы. Это первое. Второе. Оказывается, даже если человек захочет жить правильно, он все равно не сможет это сделать сразу, потому что прошлая карма, опять же, то есть находятся эти гуны или силы, они держат человека в той среде, в том состоянии психическом, в котором он находится. И обвинять человека в том, что он быстро не меняется, это глупость, согласно ведом, потому что человек не может по определению быстро измениться. Его держат силы. Он не может действовать, жить по-другому. Но мы, не зная это, постоянно, каждый день друг друга обвиняем. Почему ты не сделал так? Почему ты не сделал так? И он сам, ему нечего сказать, он оправдывается. Он сам не знает, почему он так сделал. Потому что существует сила, которая заставляет нас так делать. Существует восемь объектов внешнего поля деятельности, внутри которых происходит вся внешняя деятельность. Пять объектов чувств. Чувства, объекты зрения для зрения, то есть мы смотрим на этот мир, объекты для слуха, мы слушаем его, объекты для всех остальных чувств. Дальше желания, наши желания, они воплощаются, оказывается, во внешнем поле деятельности. Чего хотел, то и получил. То есть, вот сейчас смотрите вокруг себя, вот то, что вы сейчас увидели вокруг себя, это является результатом ваших прошлых желаний. Вот то, что сейчас существует, вы сидите на этой лекции, там рядом какие-то люди. Бывает это, ладно, это Бог с ним, это нормальный результат, но бывает ведь такое видишь, что просто ужас, ужас какой-то. Это означает тоже наши прошлые желания воплощаются в этом во всём. Ненависть является проявлением внешнего поля деятельности. Согласны со мной? Внешнего приходит к нам, как бы, ненависть. Она проявляется. То есть всё, конечно, это внутреннее поле деятельности, это основа, мы говорили, от наших действий всё зависит. Но ненависть реально существует в этом мире. Она может к нам прийти извне. Счастье приходит извне или нет? Приходит. Денежку получаем? Получаем. Счастье извне приходит. Денежки же не изнутри рождаются, да? Некоторые, как бы, изнутри денежку раз и родил, допустим, пять лат раз изо рта вышло. Мистическое совершенство. В основном все, как бы, извне получают счастье. Счастье именно в этом, именно материальное. Речь идёт о материальном счастье, а духовном. Духовное счастье получается изнутри. Однако же мы сейчас говорим с вами только о материальном мире. Карма имеет дело только с материей, с тонкой и грубой. С душой карма вообще никакого дела не имеет. Душа не имеет никакой кармы. Душа, соприкасаясь с грубым и тонким телом, также соприкасается и с кармой. Горе тоже внешне, как бы, связано с внешним полем деятельности. Дальше материальная вселенная вся в целом является проявлением внешнего поля деятельности. Наши признаки жизни, которые в нас есть, это тоже внешнее поле деятельности. Почему здесь именно акцент даётся, именно признаки жизни? Почему об этом говорится? Потому что живое существо отличается от неживого. По отношению к живому существу надо более осторожно себя вести, более правильно сознанием. Так, если мы признаём, допустим, что животные и растения не являются живыми, то тогда можно кушать их спокойно. Они же не живые, а то, что они пищат, это просто механизм такой. То есть можно, нет проблем. Если женщину мы считаем неживой, тогда её можно бить тоже. Ну, неживая, пускай кричит. Но на самом деле следует знать, что всё, что проявляет признаки жизни, является живым, согласно ведам. Стремление к счастью – самый главный признак жизни. Если мы видим проявление стремления к счастью, значит, там есть жизнь. Так, допустим, если взять, как драгоценные камни растут в породе, мы увидим, что рост драгоценного камня всегда направлен в более благоприятную сторону, даже если химически по составу породу разобрать, то есть её туда рост. Дальше, следующий признак жизни – это защита. Мы можем видеть, что драгоценные камни растут в коконе. То есть точно так же, как есть, допустим, кора у дерева – это защита. У нас тоже есть защита, да? Мы защищаем себя разными способами. Мы, допустим, дом себе делаем не зря. Это проявление защиты. И в камне, драгоценный камень, он растёт внутри кокона, изнутри как бы растёт. Если вы на срезе посмотрите, там есть такие концентрические круги тоже роста, как у дерева, точно так же. Дальше. Размножение. Признаком жизни является. У драгоценного камня от него отпочковывается такой маленький драгоценненький камешек, и сам в себе тоже начинает расти. Есть даже докторская диссертация на эту тему. Одно учёное, он показал, что камни живые. У них ведь всё, почкование там идёт, всё прочее. Да, стремление к счастью в камне проявляется тем, что он содержит в себе счастье. Если мы ставим камень драгоценный на своё тело, то мы можем почувствовать изменение в своей жизни. У нас счастье может стать больше, если мы правильно это сделали, или меньше, если мы неправильно сделали. То есть у него есть счастье, сила, которая влияет на наше сознание. Таким образом, драгоценные камни, внутри кокона, драгоценного камня, содержится жизнь. Это живое существо. Поведом, потому что все признаки жизни налицо. Теперь искусственно выращенные кристаллы являются живыми или нет? Нет. Кокона никакого нет. Почкований никакого нет. Стремления к счастью тоже нет. То есть рост не спонтанно происходит, заставляют расти. Процессы создают специальные условия. Вот и всё. Значит, на психику влиять не будет искусственный камень. И также есть породы, которые не являются живыми. Допустим, шунгит — это неживая порода. Там нет вот этих всех признаков. Понимаете, зачем мы с вами об этом говорим сейчас? Признаки жизни. Это очень важный фактор. Как нам относиться к объектам? К живым объектам мы относимся по одним способам, к неживым по-другому. Живые объекты будут влиять на наш ум очень сильно, неживые не будут влиять. Допустим, почему мы не едим? Почему веды говорят, не надо есть мясо? Потому что там признаки жизни очень сильно выражены. Мы берём очень тяжёлую карму, когда мы едим животным, потому что там очень много накоплено психической энергии. То есть карма очень чистая. И если мы разрушаем жизнь животного, мы основанием как бы себе ставим, что мы имеем право. Это значит, что основание это очень веское. То есть человеку придётся за это страдать. Другое дело, как бы признаки жизни в растении проявляются намного слабее. Когда мы питаемся растениями, мы берём меньшую карму. Понимаете, точно так же убить, допустим, простого человека или убить священника. Разница есть, нет, по карме? Разница настолько колоссальная, что вы себе даже представить не можете. Есть такой труд Гаруда Пурана, там описываются разные виды убийства, какой вид кармы. То есть там она о карме, это произведение о карме. И там вот конкретно сказано, что если человек священника убивает, ему очень-очень много придётся страдать. Сотни жизней на низших планетах и так далее. А простого человека одну-две жизни, в зависимости от того, насколько у того больше благочестия, чем у тебя. Понимаете идея, в чём заключается? Что мы должны изучать признаки жизни и должны изучать, как взаимодействие это своё осуществлять с окружающим миром. Допустим, если человек маленький, он ещё ничего не соображает, жизнь в нём не раскрыта, не проявлена. Ему говорят, сделай то-то, то-то, а он не соображает, что это надо делать и не делает правильно. И в результате он как бы не сильно несёт большую вину за это. Потому что признаки жизни не выражены. Мы должны учитывать это всё. Понятно? Или, допустим, человек уже большой, он такой же глупый, как маленький. Ему говорят, сделай то-то, а он раз, не сделал. И на него не надо сильно обижаться. Почему? Потому что таковы признаки жизни. Они не проявлены слишком сильно. Не значит, что его можно кушать, такого человека. Ну, по крайней мере, надо к нему относиться как бы снисходительно. А мы часто ни этого не делаем. Мы обижаемся на всех подряд. И последний признак внешнего поля деятельности — это убеждённость. Без убеждённости не бывает деятельности никакой внешней. И по отношению к нам, и наша тоже деятельность всегда должна связана быть с убеждённостью. Или внешняя убеждённость заставляет нас действовать. Кто-то берёт за руку и говорит, иди, пойдём, сейчас будем делать. Или внутренняя убеждённость. Какая-то убеждённость должна быть. Без этого действия не произойдёт. Если вот этих восьми объектов нет, то внешнего поля деятельности тоже не будет. Желаний нет — не будет действия. Ненависти нет — значит, по отношению к ненависти действия тоже не будет. Счастья нет — тоже в счастье действия не будет. Горя нет — в горе тоже действия не будет. А я сейчас ещё опишу основные препятствия для достижения как бы счастья, которые нам судьба ставит перед нами. И вы удивитесь, как эти препятствия выглядят. Они связаны только с внутренним полем деятельности, оказывается. Первое препятствие — это переедание и накопление больше, чем необходимо для жизни. Первое препятствие — для достижения счастья. Второе препятствие — чрезмерные усилия для достижения ненужных целей. А какие цели нужны, какие нужны, мы часто и не знаем. Сорвышаем усилия, а мы не знаем, что от этого будут большие проблемы потом в жизни. Дальше — пустые разговоры, ненужные разговоры, просто болтовня. Согласно ведам, пустые разговоры сокращают продолжительность активного долголетия человека. Он истощает своё тонкое тело таким образом. Очень сильная вещь. Четвёртое — если человек следует каким-то правилам, но это он делает абсолютно бездумно и не изучает их серьёзно, а просто следует, потому что ему сказали, что надо следовать, это означает, что он будет страдать от этого в будущем, даже если он делает правильно. Следующее, пятое препятствие для достижения счастья — это общение с теми людьми, которые имеют неправильное понимание счастья, они приводят человека к деградации. Такое общение, просто самообщение приводит к деградации. Общение означает принятие идеи. Если человек что-то рассказывает другому человеку, для него это не является общением. Общением является… в общении находится тот, кто слушает. Понятно? То есть видите, куда вы попали-то? То есть вы общаетесь, а не общаясь? На самом деле я тоже общаюсь, но это другой момент. Но на самом деле человек должен выбирать, кого он будет слушать, и очень серьёзно, потому что в результате неправильного общения меняется его судьба, его жизнь. Просто послушав, и то, что надо, результат может быть ужасен. И дальше шестое. Это сильная жажда успеха. То есть когда человек хочет успеха, а он не заслуживает его, то это является препятствием для достижения успеха, оказывается. Какие у вас есть вопросы? Второе – это чрезмерные усилия для достижения ненужных целей. Человек думает, дачу надо построить. И построив дачу, вдруг у него инфаркт брык и готов. Умер раньше времени. Можно умереть раньше времени. Позже времени умереть невозможно. У нас есть цикл жизни, орбита жизни. Когда она заканчивается, придётся умирать всё равно. Но веды говорят, что в наше время эта орбита обычно бывает не меньше, в среднем у людей бывает не меньше 120 лет где-то. Но мы в основном её сокращаем за неправильный образ жизни. Мы сокращаем свою жизнь фактически всегда. Поэтому речь идёт об удлинении жизни. Это серьёзный вопрос на самом деле. Можно её удлинить, реально. Потому что резерв большой, порядка 40 лет обычно. 40-50 лет может быть резерв. Четвёртое – это бездумное следование правилам каким-то. То есть ты не знаешь, куда приведут эти правила, но следуешь им. Это означает тоже результат страдания. Какие вопросы ещё? Да? В каком случае душа, как бы с телом, находясь внутри тела, не имеет кармы? Да? Вот так вопрос прозвучал? Не имеет дела с кармой. Не имеет дела с кармой. Хорошо. Я понял. Мы попали в этот мир благодаря нашим корыстным желаниям. Корыстные желания являются основанием жизни в этом мире. И корысть или эгоизм является основой для того, чтобы душа взаимодействовала с телом, с грубым и тонким телом. Если человек лишается полностью корысти, то есть в прошлом, в настоящем и будущем, то есть он уже очистился, такой человек считается чистым, то есть полностью очистым. Даже находясь внутри тела, тонкого тела, такая душа, во-первых, не привязана к телу, это означает, что она в любой момент может его покинуть и полететь в духовный мир. А во-вторых, эта душа, она не несёт последствий деятельности тела. Ту деятельность, которую совершает тело, последствий не будет. Но, допустим, такой чистый, безгрешный человек, это может вам показаться странным, он может просто, допустим, идти куда-то, идти, ему больше делать нечего, карма его закончилась. Он может куда-то идти, идти, допустим, не мыться, от него, допустим, может пахнуть как-то, и кто-то, допустим, понюхает, фу, плохо. На самом деле от такого человека не может плохо пахнуть, но это я просто привожу как бы пример. К нему будет аромат исходить, даже если он не будет мыться, это веда описывает. Но так или иначе, всё равно, если кому-то не понравился он, там идёт, там, допустим, раздетый, вообще ничего не соображает, как будто бы, но им просто делать нечего в этом мире уже. Если кому-то он не понравился, это не является плохой кармой для него. Он не совершает никаких действий, потому что делать ему в этом мире уже нечего, его карма отработана. Если он просто пойдёт, закончит жизнь самоубийством, он тоже не совершит плохого поступка, такой человек, потому что и всё, тю-тю, карма закончена. То есть ему делать нечего, он все экзамены сдал. Человек должен возле экзаменатора сидеть, если он экзамены сдал. Гуляй, всё, до свидания, ты уже сдал экзамены, всё, пожалуйста. Наша жизнь – это экзамен. Наша жизнь в этом мире – это экзамены. Сдав их, человек лишается. Душа сама по себе чиста. Да, но её желания связывают её с тонким и грубым телом. Таким образом, через желания приходит вот эта вот тяжёлая жизнь, эти страдания просто держатся на наших желаниях. Как только мы корыстные желания полностью изживаем, веды говорят, с этого момента человек уже не будет испытывать никаких страданий, что бы с телом ни происходило. Как бы его ни оскорбляли, он будет улыбаться, будет хорошо. Что это означает, что это к нему не относится уже. Какие ещё вопросы, да? Может ли душа, находясь в материальном теле, испытывать духовные чувства? На самом деле мы всегда испытываем и духовные, и материальные ощущения одновременно. Ну, допустим, смотрите, вы просто бескорыстно захотели что-то сделать для кого-то. Это духовный поступок, не материальный. Он не имеет материальной основы. Все духовные поступки вызывают увеличение счастья, и это является благочестивой кармой. Когда человек совершает духовные поступки на основе духовного разума, у души есть духовный разум, духовный ум, духовные чувства и духовная энергия. Душа может действовать с помощью их, а может также действовать с помощью материального ума, материальных чувств, материальных желаний и так далее. Если она действует с помощью всего материального, она получает страдания. Если она действует с помощью духовного, она получает счастье. Допустим, человек говорит, я желаю всем счастья. Это духовное действие или материальное? Если во время этого действия он думает, вот, вылечусь, буду желать всем счастья, радикулит пройдёт. Это материальное действие. Если эта душа ничего не хочет, она просто хочет всем счастья желать и никаких результатов не хочет от этого. Это духовное действие. Мы можем действовать, совершать духовные действия в материальном теле. Но эти духовные действия будут иметь духовный результат, не материальный. Материальный результат всегда уменьшает наше счастье. Действие материальное уменьшает счастье, духовное действие умиличивает. Допустим, у нас берут что-то материальное, мы совершили действие, отдали что-то материальное. У нас это увеличится? Нет. Если вы лад, сколько вы там отдали, вот на лекцию зашли, вы отдали сколько-то лад, у вас увеличится? Нет лада теперь. Нет, они уменьшились. Но если вы говорите, я желаю всем счастья, или улыбаетесь кому-то, этот человек улыбается вам в ответ, у вас улыбка становится шире. Вы улыбку отдали, привет отдали, как в этом мультфильме. Вы отдали его, а у вас, вам он назад вернулся. Понимаете? То есть это духовное действие означает совсем другой результат. Отдавая мы увеличиваем. Мы все время увеличиваем то, что мы имеем. А когда мы действуем на материальном плане, отдавая, мы лишаемся. Стоимся без штанов. Так мне вот эти аргументы как раз и ставят. Говорят, вы призываете к бескорыстности, но сами вы же сидите в штанах. Если человек будет полностью бескорыстен, он останется без штанов. Как вы можете это трактовать? Такой довольно сложный философский вопрос. Оказывается, согласно ведам, настоящим бескорыстием является поступок, который приносит счастье, а не просто что-то мы отдаем, это является бескорыстием. Можно, я говорил уже, можно отдать бутылку, наркотики, пистолет кому-нибудь застрелиться, хочешь, пожалуйста, бескорыстно тебе даю свой пистолет. Застрелись. Это не является поступком бескорыстным, это является глупым поступком, потому что он не на духовной основе совершен. По-настоящему бескорыстный поступок приносит счастье, а не страдание. Кроме бескорыстия, там присутствует еще и знание. Да? Материя одухотворяется. Это значит, что она одухотворяется. Объясняю. Как происходит так, что человек, прикасаясь к колбу другого человека, вылечивает его? Ведь у него не было никакого лекарства на пальцах. Оказывается, что мы, на самом деле, все тело пропитано сознанием. Сознание имеет духовную природу, нематериальную. Когда сознание покидает тело, оно безжизненно падает. Без духовного субстрата жизни быть не может. Жизнь всегда существует. Только в взаимодействии с духовным объектом, духовным субстратом. Мы сейчас с вами уже имеем определенные заслуги. Наша первая заслуга заключается в том, что мы одухотворили тело. То есть, видите, оно имеет духовную силу. Наши тела имеют духовную силу. То есть мы с помощью них можем приносить счастье. Допустим, если мы с добротой погладим кого-то по голове, то это действие отличается от того, что если бы кого-то погладили шваброй. Потому что тело несет в себе сознание. То есть сила сознания дает возможность человеку почувствовать реальное счастье. Но если шваброй будут гладить, там никакой силы сознания нет, и человек счастье не сильно почувствует. Вот и все. Очень простое объяснение. То есть одухотворение означает соприкосновение с сознанием. Вот эти кресла, на которых вы сидите, они сделаны, я считаю, довольно неплохо, да? С любовью. Это означает приятно, удобно и так далее. Но если человек не будет вкладывать любовь в дизайн, в исполнение и так далее, то сидеть будет плохо. Это означает недостаточно одухотворенный предмет. У вас здесь, в Латвии, люди очень сильно одухотворяют предметы все. У вас очень чисто, культурно, аккуратненько, здания красивые. Как будто приехал в другой мир. Смотрит все так хорошо. Это значит, люди как бы стараются одухотворить окружающий мир. То есть есть такая определенная направленность, очень хорошая в сознании. Вот это и есть то, что кто спросил насчет одухотворения. Одухотворение приносит счастье. Несомненно. Несомненно. У земли есть тонкое тело. Веды говорят, в этом мире не существует объектов, у которых нет тонкого тела. Просто если говорить о породе камня, то мы ее рассматриваем как пустую, потому что мы не сможем воспользоваться этой породой для того, чтобы взаимодействовать с своим тонким телом. Хотя земля, вот это вот как бы, ну, все, что у нас окружает, она связана с тонким телом. У земли также есть душа. Но это другая форма жизни, мы не сможем ее понять. Она имеет более возвышенную природу. И как бы эту личность, которая управляет землей, как бы земля является ее грубым телом, эту личность зовут Пхуми. Она имеет женский пол. Это веды описывают. И она дает нам возможность жить на этой земле. То есть мы должны быть ей благодарны за это. Поэтому она считается матерью. То есть она дает нам эту возможность. Потому что она, в принципе, раз она живая, она может ее и забрать, кстати сказать. Вот эти все землетрясения и т.д. Это деятельность земли. Веды говорят, это как бы недовольство вот этой личности проявляется таким образом по отношению к каким-то группам населения и так далее. Все объекты, планеты, все планеты имеют тонкое тело. И есть личность, которая управляет этой планетой. То есть она, зачем нужны эти планеты? Они дают возможность живым существам окружающим идти путем своей кармы, своей судьбы. Это очень трудно вам сейчас понять, это сложная тема. В целом вы должны понять, если есть астрология, то есть говорят, ты родился такого-то числа, это значит, ты там рыба, значит, ты рыбу любишь. Ну такие примитивные есть такие восприятия. Но на самом деле это означает, что солнце стояло в определенном положении. И так как оно взаимодействовало таким образом со сторонами света, которые тоже имеют силу, влияние на наш характер. Солнце само по себе, если оно не имеет характера, то и характер человека, который рожден под таким углом солнца, тоже не должен меняться. Извините меня. Отчего он будет меняться, если воздействовать на него было нечем? Если солнце движется по небосводу и меняет свой характер в зависимости от того, с какой стороны света оно находится по отношению к Земле, значит, у солнца есть характер. А мы с вами разбирали, что является характер или тонкое тело ума является признаком жизни, то есть является тем, с помощью чего может действовать только живое существо. Поэтому можно просто, зная вот эти законы, понять, что все планеты имеют живую основу внутри себя, потому что они же изменяют наш характер. А если вы считаете, что они не меняют ваш характер, значит, тогда и гороскоп нечего составлять. Значит, тогда и нет разницы, что ты родился в этот месяц или в тот, и что значит и судьбы тогда нет в принципе, потому что какая разница, когда рожаться, с кем рожаться, где рожаться, у кого рожаться и так далее. Таким образом, вот надо всю эту логику восстановить у себя в голове и понять, что как бы очень много непонятных вещей, но можно обо всем догадываться, имея на то знание. Вот закон кармы – это серьезнейшее знание, которое дает очень большие перспективы в понимании окружающего мира. Последний вопрос. Да? География, место пребывания, да? Истинное эго находится в области сердца, вот здесь. Ложное эго находится в области копчика. Но эта локализация не является полной, это источник локализации. В спокойном состоянии ложное эго у человека сосредотачивается в области копчика, а истинное – в области груди. Однако же ложное эго, оно сосредоточено, оно находится в полной степени и может находиться во всех видах тел, кроме Ананда Майя Коши, которую мы вчера разбирали. То есть, духовная природа наша не затрагивается ложным эго. Однако же тело, прана, ум, разум затрагиваются ложным эго. То есть, ложное эго может находиться внутри этих структур. И мы с вами об этом уже сегодня говорили. Что касается истинного эго, оно тоже может находиться внутри всех этих структур. И кроме того, оно еще находится внутри души. Поэтому истинное эго более могущественно. Веды говорят, человек должен с помощью самого себя, то есть истинного эго, победить в себе невежество. То есть, в разуме находится ложное эго, и человек вроде бы даже разумом понимает, что вот так надо действовать, то есть действовать неправильно. Но у нас есть голос совести, который всегда жужжит, если его к нему хоть немножко прислушиваться. Этот голос совести, он как бы показывает эмоционально, что не надо туда идти, снег башка попадет, совсем больно будет. То есть, не надо, но человек идет. Почему? Потому что ложное эго действует тоже в разуме. Человек должен победить как бы разумный по-настоящему человек. Это не тот, у кого сильное вдохновение делать не то, что нужно, а тот, у которого есть способность остановить себя и не делать, если это делать не положено. Вот это означает, что душа способна взаимодействовать с разумом. Чистая душа способна чисто взаимодействовать с разумом. Это значит, что у этого человека очень большой запас бескорыстия, бескорыстных поступков накоплен за многие жизни. То есть, его не собьешь с толку. Ложное эго не может проникнуть эту сферу бескорыстную. Оно не способно там жить, существовать. Поэтому такой человек более разумен и чист в своих поступках. Его особенно не собьешь с толку. Давайте все сядем прямо. У нас сейчас следующая часть нашей программы практическая. Согласно ведическому знанию, если человек дает какой-то теоретический материал и нет практики, то есть практической деятельности, означает, что он совершает какой-то абсолютно бесполезный труд. Потому что веды считают, что именно практическая деятельность является... Ну, практическая означает деятельность, которую человек совершает сам. Не с помощью чужой воли, а сам, по своей собственной воле, по доброй воле. Практическим завершением нашей беседы должно быть пожелание всем счастья. То есть, когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы таким образом входим в сферу бескорыстной деятельности. Вспомните последний раз, когда вы повторяли «я желаю всем счастья» или «я желаю тебе счастья» или «я желаю кому-то счастья». Трудно, да, вспомнить? Однако же... Кому-то нетрудно, я согласен. Вот. Но однако же мы постоянно желаем чего-то не того, да, другим людям. Это вот теперь думайте, в какую сторону будет двигаться наша судьба. Мы с вами говорили, помните, с самого начала, что если человек находится в сфере бескорыстной деятельности, его счастье в судьбе возрастает. Если человек находится в сфере корыстной деятельности, счастье убывает. Поэтому мы должны увеличить позитивизм мышления в сферу бескорыстной деятельности. Тогда счастье будет увеличиваться. Это можно сделать с помощью вот такой тренировки. То есть мы должны привить себе вкус по желанию всем счастья. Если результатом этих лекций будет то, что вы будете идти и постоянно повторять «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья», вот так вот. Вы будете идти действовать таким образом. Многие люди посчитают, что вы того. Но счастье у вас будет становиться все больше и больше. Можно не обязательно вслух это делать, конечно, чтобы никто ни о чем не догадался, что вдруг человек... Да, вы правы. Но веды говорят, что произнесение, звук является более могущественной силой, чем мысль. Звук взаимодействует с разумом, мыслью с умом. Поэтому человек должен все-таки хотя бы шепотом это делать. Потому что в этом случае он будет усиливать разум. Ум у нас так уже сильный, дальше некуда. Надо разум начать усиливать. Давайте сядем прямо все, будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.